Продолжение следует... Давно не виделись. Я что-то совсем прифигел, да? Давно не появился на ютубчике. О, боже мой! А вот это надо вырубить. Я что-то совсем прифигел, да? Вот, теперь все будет хорошо. Извиняюсь. Это было эхо. Так. Скажите мне для начала, нормально ли меня сейчас слышно? Видно? Если слышно и видно, если нету никаких противных звуков, кроме моего голоса, то напишите мне, чтобы я знал. Сегодня мы с вами обрабатываем фотографии. Сегодня мы с вами обрабатываем фотографии. Плюс я немножечко покритикую ваши работы, которые вы мне прислали. Потому что то, что вы мне прислали в некоторых случаях, мне прям стало немножечко дурно. Есть за что ругать. Критика будет конструктивной. Очень тихо. Добавьте громкости. Ребят. В смысле добавить микро? Ну, давайте добавлю микро. А вот так вот. Раз, два, три. Так громко, наверное. Ну, так-то я общаюсь с такой громкостью, чтобы она не клиповалась. У нас тут рекурсия у вас будет. Вроде должно быть окей. Плюс на фоне будет играть маленькая музычка. Я врубил лофи хип-хоп радио, чтобы мне просто не было скучного. Я, конечно, буду много болтать, но хочется, чтобы еще на фоне что-то играло у нас. Вот так вот, фоном. Классная музычка. Приятная. Так. Вы можете смело мне задавать вопросы. Я их буду видеть. Я вот сейчас на телефоне их открою, чтобы не было никаких у нас вопросов с тем, что я чего-то там не увидел. Скорее всего, я буду все ваши сообщения видеть, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Сегодня я также поотвечаю на ваши вопросы. Помимо того, что мы с вами будем ретачить, делать пластику, трансформировать ноги моделям. Помимо всего прочего, мы с вами будем... Я буду отвечать на ваши вопросы. Так. Вон уже Владислав пишет, что в OBS есть компрессор для звука. Блин, вот да, на самом деле с компрессором надо разобраться. Ну, это уже не сейчас. После стрима 100% у нас будет какая-нибудь у меня техническая проверка звуков. И я сделаю все нормально, чтобы следующие стримы были нормальными. Так. Быстрая повестка дня. Сегодня стрим после долгой паузы. Я очень соскучился по вам. Наконец-то я добрался до YouTube. У меня вот только сейчас недавно курс по фотографии закончился. Я вроде к прямым эфирам постепенно начал привыкать опять. И вот сейчас мой первый стримчанский на YouTube. Я очень рад, что он начался. И, соответственно, я надеюсь, я буду почаще выходить в эфиры. И почаще мы с вами будем так просто собираться спокойненько, обрабатывать фоточки. Ваших фоток у меня навалом, поэтому вы можете еще присылать. Сделаем следующий стрим где-то через месяц, может быть, даже пораньше. Потому что в YouTube мне возвращаться очень-очень хочется. И есть, что вам рассказать. Как жить, когда пластика не работает? Обновить драйвера на видеокарту, обновить фотошоп, и тогда все будет работать. Если скинул равки не портрета, а ночные съемки глянешь? Да, посмотрим. Так. Где можно найти равки для обработки? Ну, там, где, куда вы мне все скинули. Там целая пачка этих равок. Сразу скажу, ребят, я уже равки некоторые скачал. Некоторые равки я не могу вам показывать. К примеру, сейчас я сразу OBS вот так вот сделаю, чтобы вы все видели. Опа. Вот, к примеру, вот такое на YouTube нельзя. Поэтому, сорян, если я какие-то файлы... Ну, вот это вот на YouTube тоже это нельзя. Поэтому, сорян, многие кадры я технически не смогу вам показать. Донаты я на всякий случай оставлю, чтобы я их видел, чтобы у меня ничего не улетело. Снизу есть ссылка с донатами. Если вам вот прям что-то очень-очень не терпится, либо я где-то пропустил ваш вопрос, присылайте донаты. Я еще прикрутил офигенную штуку. Это стикеры. За там что-то 20 рублей вы можете налепить мне классный стикер на морду. Внизу по ссылке в описании обязательно делайте. Заходите и прилепляйте. Мы с Пикачу и с Инной будем очень рады. Инна пока там в комнате в другой сидит. Но я думаю, она к нам скоро присоединится вместе с котейкой. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы и для Инны, смело задавайте. Так, а кем стал Цаплин? Я не знаю. Он где вообще? Я знаю то, что классный фотограф Цаплин. Делал офигенные съемочки свадебные. Где он сейчас? Я не знаю. Где-то есть. Явно самомнение автора зашкаливает. Никакого самомнения нет. Мы с вами просто спокойненько сидим и спокойненько общаемся. Так, я не суперпрофессионал. Я любитель. Я любитель, как и все вы. Поэтому здесь нету никаких привилегий. Окей. Так, с чего мы начнем с вами? Я выборочно буду брать разные фоточки и обрабатывать их. Само собой мы будем делать и обработку в модуле камера RAW. Я буду объяснять все свои шаги, принципы, по которым я двигаю те или иные ползунки. Это все у нас, разумеется, будет. Плюс мне хотелось бы вам сказать, что когда вы обрабатываете фотографии, когда вы приходите к обработке, не нужно двигать ползунки ради движения ползунков. То есть, на самом деле, вот этот подход, когда мы тратим... Я, опять же, я обрабатываю фотки уже дохриллион лет. Это не 13 лет. Я в 2010 году, 13 лет назад, начал фотографировать. Но как таковые фотошопные манипуляции я делаю еще с 2000, наверное, какого-нибудь там, не знаю, 2-го, 3-го, 4-го года. То есть, я помню, когда мне было 14 лет, я уже в фотошопе фигачил, потому что работал в полиграфии в журнале. И многие вещи, они мне понятны. Вот я вас призываю к тому, чтобы вы не тратили эти все гигантские года, вот этот экспириенс, не проживали. Мне хочется вас сразу направить на то, что не нужно тратить время на обработку. Вообще, обработка — это полная срань. Она никому не нужна. Вот сейчас, опять же, вы такие скажете, боже мой, Гусарев, ты что, дурак, что ли? Что с тобой происходит? Зачем ты такие вещи говоришь, что обработка не важна? Я говорю о том, что обработка, несомненно, важна, но она должна быть второстепенным элементом. Все-таки самый главный элемент вашей фотографии — это то, как вы снимаете, с каких ракурсов, с какую модель, какая идея, динамика, настроение, образ. Потому что вот некоторые, опять же, кадры, которые вы мне прислали, но это в некоторых случаях — это прям трэш. Трэш. Прям трэш, трэш, трэш. И смотреть на такие кадры очень сложно. Поэтому их обрабатывать нет смысла. Поэтому в первую очередь уделите все свое внимание на именно съемку. А уже потом, сделав классный кадр, вот реально, вы можете взять любой кадр с нормальным, адекватным светом. Да вот, просто. Давайте пока кадр закроем, вот этот откроем. Самый элементарный кадр, самый простой. Вообще, вот в лоб у вас из небольшого софтбокса сделан снимок, равномерное заполнение света на лице, и все. Вообще, отлично, потрясающе, чудесно. Здесь единственное, что вам нужно будет сделать, это немножечко покрутить баланс белого, добавить экспозицию, поиграть там, не знаю, с контрастами. Видите, я даже не двигаю особо highlight shadows. Я не иду ни в какие модули camera calibration, в color mixer. Вообще, они здесь абсолютно не нужны. Вот уже даже сейчас, там, не знаю, легкую S-образную кривую можно накинуть, и ваш кадр вполне адекватный, в него вообще не нужно больше ничего добавлять. Ну, разумеется, сделать ретушь, там где-то можно сделать пластику, и все, кадр будет просто потрясающим, потому что уже сейчас цвета замечательные. И это произошло не потому, что мы в фотошопе что-то 10 триллиардов лет делали, нет, потому что мы просто нормально изначально сфотографировали. Поэтому, если у вас хороший изначальный свет, интересные модели, красивые контрасты, нету паразитных засветок каких-нибудь, то у вас будет просто потрясающая съемка. Апчхиба. Спасибо за 100 рублей. А вопроса нет, просто 100 рублей. Спасибо. К примеру, вот мне прислали кадр. Ну, как его можно обработать? Я не смогу его обработать, даже если захочу, потому что, первое, у нас модель, вот, вот, огромное платье, которое из себя представляет, конечно, общи вас, 120 рублей. Спасибо еще раз. Я не чихаю. У нас гигантское платье, и в этом гигантском платье потеряна модель. Где у модели шея, где у модели талия, где у модели грудь. То есть, мы все-таки показываем девушку, и нам нужно показать ее красоту. И даже в платье мы должны подразумевать ее тело, и мы должны его видеть. В данном случае у нас абсолютно короткая рука, отрезанная только ладонь. Окей, хорошо, что хоть ручка женственно красиво смотрится. Это раз. Второе. У нас голова без шеи рукой закрытая. Шея получилась, щеки получились большие, потому что нос поднят, и нос смотрит в камеру. Я это говорю вообще всегда. 99% всех моих лекций 100% содержит одна информация по позированию. Запомните ее, блин. Если ваша модель глазами не смотрит в камеру, забудьте про то, что модель смотрит носом в камеру. Все. Модель глаза отвернула, отворачиваете нос. Иначе вы получите вот эту лицо-плюшку, но это никак не исправить. То есть так оно будет всегда. Поэтому так мы привыкли воспринимать людей, когда модель на нас глазами не смотрит. Мы по-другому воспринимаем ее овал лица. И овал лица становится объемным, он становится другим. Потому что в реальной жизни человек на нас, когда смотрит, он глаза не отворачивает, он смотрит на нас. А если он отворачивает глаза, он отворачивает и лицо. Поэтому если у вас такая штука происходит, так не делайте. Это раз. Второе. Свет от отражателя падает снизу. В результате у нас от носа падают тени. Лицо стало желтым. Здесь свет холодным. Используется золотой отражатель. Золотой отражатель утепляет картинку. В результате на лице получается желтая температура. Фон становится нейтральным. Если вы сделаете... Нейтрализуете. Если вы ставите баланс белого по лицу. Окей, вы нейтрализуете цвет на лице. Но тогда задний план станет холодным. Вопрос, какого фига у нас холодный задний план. Если у нас вот такая солнечная красивая девушка в розовом платье. Это не работает. Мы попытаемся нейтрализовать баланс белого. Выставить баланс белого по свету от солнца. То есть у нас баланс белого солнечный день. В результате лицо становится желтым. Но это не исправить на постобработке. Это надо будет создавать маски. Это нужно будет нейтрализовать цвет. И вот в результате ничего хорошего не получится. Поэтому если вы снимаете... Окей, это раз. Второе, эта трава здесь вообще как-то... Она ни сбоку, ни с припеку. Найти лужайку с более хорошим газоном, я думаю, все-таки реально. Поэтому вот. Кота, привет из соседней комнаты. Да. Инна, ты мне 100 рублей отправила. Спасибо. А зачем? Инна, мне 100 рублей отправила. Прикиньте. Спасибо. Люблю тебя. Так, окей. Еще быстренько пробегусь по некоторым кадрам, по постановке света, по тому, опять же, имеет ли смысл обрабатывать фотки. Вот тоже прикольный кадр. Сделан в пасмурную погоду. Хорошая световая температура, хорошее настроение, хороший баланс белого. Вроде все просто, нету паразитных оттенков, потому что снято все в пасмурную погоду. Но, опять же, надо этот кадр обрабатывать. Я абсолютно никакого смысла не вижу. Вы его даже в серию не сможете взять, потому что вот этот подбородок, треугольник, шея, здоровенная шея, которая по ширине практически такая же, как и талия. То есть, понимаете, да, у нас у модели шея шире, чем талия. И это смотрится криповато. И это смотрится немножечко отторгающе. Та же самая ситуация. У нас вроде нормальный свет, но вот весь фон, задний план, он здесь абсолютно никак не может нормально сработать. Хорошая девочка, вроде нормальный, адекватный относительно свет, но рука. Рука, торчащая сверху, вот этот, как в операции «Приключение Шурика», он просыпается с рукой над головой. Опять же, смотрится не особо хорошо. Классный свет, равномерный, мягкий, все здорово, но на лице вот эти тени под глазами из-за того, что модель недостаточно далеко закинула голову назад. Вот если бы она сильнее закинула голову назад, откуда свет падает? У нас свет падает сверху, вот оттуда, рассеянный от неба. Если бы модель закинула голову чуть дальше, подняла нос чуть выше, у нас был бы на лице свет намного более равномерный, это было бы, опять же, уже лучше. И этот кадр имело бы смысл обрабатывать. Вот такие вещи, ребят. Ну, нельзя так делать. Вообще, самое главное, наверное, правило любого фотографа — это не смешивать цвета. Вы можете использовать свет разнотемпературный, вы можете свет использовать несколько источников в кадре. Вот, к примеру, я сейчас освещаюсь несколькими источниками в кадре, но я их не смешиваю. У меня синий свет за левым плечом, теплый свет за правым плечом, наоборот, за правым плечом синий, за левым плечом теплый. А свет нейтральный освещает мое лицо, и ни на одной части тела эти света не смешиваются. Если бы они смешивались, вот как в этой фотографии, к примеру, вот здесь на лице, здесь у нас свет от лампы теплый, здесь у нас свет от второй лампы, которая сверху светит, холодный. И вместе они дают кашу, свет становится разорванным, и в результате получается шляпа, которую вы ну никак не сможете исправить. Это даже править не нужно в постобработке, потому что нужно просто-напросто переснять. Опять, жесткий свет падает сверху, очень точечный источник света, который дает супер жесткие тени. Вроде бы вот так вот кадр в целом-то и норм, но обрабатывать его не хочется, потому что он очень-очень жесткий, он очень грубый. На заднем плане какая-то кошка там за фоном, кстати, кошка прикольная, штатив. Я еще видел, тоже ребят скидывали вы кадр, я его сюда не взял, где на заднем плане девочка лежит на кровати, а на заднем плане там сумка National Geographic. Нафига вы ее там разместили, кому она нужна, непонятно. Окей, та же самая ситуация, вот парень вперед с выпеченной грудью, как-то он в этой ванне исчез. Не знаю, можно придумать намного более интересные вещи. Вот это я кадра вообще не понял, что здесь творится, зачем у нее маска на голове. Ладно, много вопросов, мало ответов. Сегодня мы с вами не разбираем ваши фотографии, сегодня у нас не критика, сегодня у нас обработка. Поэтому давайте переходить к обработке, и я, наверное, первый кадр, который я открыл, я начну с него, потому что здесь он вроде простой, относительно интересный, и попробуем поработать с ним. Так, для начала я быстренько сейчас читну, что вы там написали. Запись будет, будет запись, разумеется, она никуда не делится. Сейчас все записи, все стримы, которые у меня проходят, у меня будут... А, меня поменьше, без проблем, без проблем, без проблем. Оп. Вот так вот. Так. Максим, ты прав, но дело в том, что видеть свой кадр ты начинаешь, когда имеешь представление, как его обрабатывать. Здесь не соглашусь, есть такая замечательная штука, как пресетики, пленочные пресетики. Вам не обязательно уметь обрабатывать. Кто-то снимает на пленку. Снимает на пленку, отдает пленки в лабораторию, ему обрабатывают за них эти фотографии, и все. И человек имеет на выходе уже готовые классные фотографии. Поэтому, опять же, ребят, не гонитесь за обработкой. Это шляпа. Обработка нужна технодрочерам. Вот если вы реально технодрочер, если вы понимаете то, что вам это надо, если вы не хотите, если у вас первостепеннейшая цель не получить классную фотку, а именно классно ее обработать. Вот если вам ваша задача классно обрабатывать фотку, пожалуйста, обрабатывайте, сколько вам влезет. Смотрите курсы, смотрите там мой YouTube, изучайте уроки, идите в глубокий, делайте частотное разложение в 16 битах вообще. Всем похрен. Я делаю в 8 битах. Я не вижу разницы. На выходе, если вы сравните два кадра в 16 битах и в 8 битах, да ну не будет разницы, если вы не печатаете эти фотографии, если вы не готовите их для серьезной постобработки, если у вас не миллиард слоев с сложными масками и поканальными, там, какими-нибудь контрастами. Никому до этого нет дела. Все смотрят на фотки на обычном мониторе на экране с вашего сотового телефона. Поэтому, если вы этих на дрочер, пожалуйста. Но, если ваша первая задача это научиться классно делать фотографии, чтобы на выходе был качественный продукт, в первую очередь уделите внимание тому, что вы снимаете, кого вы снимаете. Вот это будет более правильно. Так. А где фоточки девочки в елках? Там была какая-то девочка в елках, но, по-моему, это один человек сразу миллиард фотографий прислал. Я некоторые фотки пропустил. Тут обрабатывают только фоточки с девчатами, да. Сорян. Получается, тебя содержит Инна, да? Я на такой нахлебник Инна содержит. Так, на круассанчик. Это прога какая-то, на рабочем столе рисуешь. Да, эта программа называется Demo Pro. То есть вы можете ее скачать. Вот она выглядит вот так. Demo Pro. Работает она только на Mac. Так, окей. Говорят, что фотографы никому будут не нужны. Да будут, конечно, они всем нужны. Разумеется, они будут абсолютно всем нужны. Nikon Z63 технодрочером нужен. Согласен. Сейчас вообще портретным фотографам реально начать? Реально, ребят. Я иногда офигеваю, насколько тухло развита фотография за пределами стран СНГ. К примеру, если вы приедете в Израиль, вот реально, там, в Израиль, в Турцию, нормальных фотографов нет вообще. Просто такая трошанина. Так снимают, что аж плакать хочется. Я... О, быстрая новость. Я жюри на конкурсе Russian... Что-то фотоаварт какой-то. Ну вот сейчас идет, такой красный. Не ругайтесь на меня, я забыл. Я проверял работы. Я проводил отсеивание работ, ставил баллы. И я офигел. Какую трошанину народ отсылает. Ну вот реально. Ну я понимаю то, что это начинающие фотографы. И молодцы то, что они отсылают работы на конкурсы. И я веду к тому, что почему-то практикующие фотографы... У меня полно учеников, которые прошли курсы, которые делают просто намного на порядок, на высшую голову работы. Они почему-то не отсылают фотографии на такие конкурсы. Отсылайте иногда на конкурсы, фотки. Это тоже полезно бывает. Можно там даже какую-то приз выиграть. Окей, ладно. Давайте с вами по делу. 35 awards. Нет, не 35 awards. Я на какой-то Russian awards. Я знаете где еще? Russian photo awards. Russian photo awards. Так, погнали. Все. Хорош болтать. Мы уже с вами 20 минут болтаем. Погнали обрабатывать. Так, окей. Поехали. Первая фотография. У нас девочка классная на кривом столе. Кривой стол, потому что у нас дисторсия объектива. И эту дисторсию нам нужно с вами исправить. Поэтому мы открываем вкладочку Optics. Клацаем на Use Profile Correction. У нас подтягивается 24 мм f1.4 Sigma. Да, она дисторсит. Поэтому мы с вами дисторсию исправляем на 100%. Все. Теперь у нас все линии прямые. Виньетку я не буду исправлять, потому что в нулевой виньетке это намного лучше. У нас затемнение кадра по краям будет концентрировать внимание зрителя на центре кадра. И в результате будет получаться очень хороший визуальный акцент. Иногда виньетку можно даже добавлять. Далее я открываю модуль Geometry и выбираю самую последнюю вкладку, потому что здесь есть вертикальные и горизонтальные линии, которые нужно исправить. Вот на самом деле это не должно было быть на постобработке. Опять же, это косяк фотографа. То, что он встал на 3-4 см левее центра вот этого полотна. То есть у нас есть стол, который вписан архитектурно в эти рамки. То есть вот это расстояние и вот это расстояние, давайте, они, грубо говоря, равны. И мы с вами должны находиться вот на этой линии. То есть мы должны находиться вот здесь, а не вот здесь. То есть сейчас, если провести перпендикуляр к стене, ну вот перпендикуляр к стене у нас где-то отсюда. И это дает нам сразу искривление заднего плана. И выглядит это, ну, грустненько. Чтобы это хоть как-то исправить, конечно, мы это не можем исправить полностью. Это надо было на этапе съемки исправлять. Но мы можем это немножечко так починить. Посмотрите работы, не знаю, там, Станислава Лиепа, Ефима Шевченко, Андрея Брандиса, вот этих питерских ребят, Максима Гусельникова, московского фотографа. Они делают портреты на фоне, там, в каких-нибудь таких супер заумных интерьерах, где сидит мужик в центре ровно. И идеальная архитектурная симметрия. Вот чтобы сделать идеально архитектурно-симметричный кадр, нужно позиционироваться в пространстве правильно. Здесь этого нет. Соответственно, мы исправляем. Ну, я выбираю две вертикали. Их я буду исправлять. Раз вертикаль и два вертикаль. И дальше я исправляю горизонтали. Раз горизонталь и два горизонталь. Опа. Окей. Далее. Я немножечко уменьшу размер скейл самой фотографии, чтобы у нас меньше всего отрезалось. Так как я буду потом все равно это готовить под интернет. Мне не страшно то, что я получу меньшую плотность пикселей на квадратный дюйм. Все равно я буду даунсэмплить это изображение. Окей. Далее. Давайте проверим баланс белого. Мне хотелось бы, чтобы у нас нейтральный свет был относительно на лице. Поэтому, возможно, я сделаю картинку чуть-чуть похолоднее, самого малость. И тинт меня здесь вполне устраивает. Опять же, вот эти два параметра, тинт и температура, вы выставляете строго на глаз. Вообще, в идеале, ваш монитор должен приблизительно отображать те цвета, которые вы будете приблизительно видеть на своем сотовом телефоне. Конечно, не нужно, я не говорю сейчас о калибровке монитора. Я думаю, вы знаете, как я отношусь к калибровке монитора. Постарайтесь делать это на глаз, получать относительно адекватный цвет, приблизительный к тому, что вы видите на всех своих других фотографиях, чтобы у вас сохранялась стилистика вашей фотографии. Чтобы загрузив картинку в свой инстаграм, в ленту, у вас не было такого, что у вас 8 кадров, они с нормальным оранжевым лицом, а там 9 кадр, бах, лицо стало пурпурным почему-то. Вот чтобы такого не было, иногда проверяйте. Я очень часто на одном экране открываю несколько фотографий из серии, к примеру, если я обрабатываю серию, и матчу цвета вот так вот на взгляд. То есть смотрю на левую фотографию, на правую фотографию и приблизительно обрабатываю ее так, чтобы цвет сматчивался. Окей, это сделали, едем дальше. Нажимаем, пока что не нажимаем на окей. Я хочу немножечко приподнять shadows. Смотрите, зачем я поднимаю shadows? Shadows мне нужно здесь поднимать не для того, чтобы, там, ну не знаю, расширить динамический диапазон, вот потому что все так двигают, и я так буду двигать. Нет, я двигаю shadows с определенной задачей. Мне нужно получить детализацию в тенях. Спасибо, пожалуйста, спасибо, спасибо за донат. На мороженку обязательно увидимся. О, Анатолий, спасибо. Так, а что Анатолий мне донатит? Тоже мой друг, мой друг мне донатит. Так, а что мне никто, никто не другие не донатит? Алло, давайте донатите. Спасибо, пожалуйста. Буду очень рад вашим донатам. Я поднимаю shadows для того, чтобы получить детализацию в тенях. Вот именно эта детализация в тенях меня интересует, чтобы она у меня не была просто черным пятном. Потом в постобработке я буду создавать S-образную кривую, которая эту детализацию немножечко подожмет. Но чтобы эта часть тела, чтобы часть платья не была полностью провальным, я shadows задвигаю немного вправо. Окей. До конца не нужно, чтобы у нас дикое количество шума не появлялось. И нажимаем на Open. Все, можно открывать кадр. Больше нам здесь ничего не нужно. Выделяю сразу инструмент Magic Van Tool, клацаю на пустую область в кадре. И так, никуда не уходите. Я прям чувствовал, что так произойдет. Ровно сейчас у меня села мышка. Теперь надо найти провод. Ребят, маленькая рекламная пауза. Ну, вам не рекламная пауза, вам пауза сходить попить, налить себе чаек. А я найду провод для того, чтобы мышку поставить на зарядку. Нашел провод, я молодец. Так. С возвращением меня. Продолжаем. Смотрите, я сейчас выделяю вот эту область для того, чтобы ее заполнить. Сейчас она выделяется по край картинки. Меня это не устраивает. Я должен выбрать чуть большую область, поэтому я иду в Select, Modify, Expand. И выделяю дополнительные где-то пикселя 3 на то, чтобы вот это выделение захватило часть картинки. Далее я нажимаю на правую клавишу, Fill, Content Away. Заливаю, в общем, с учетом содержимого. Кстати говоря, сейчас заливка с учетом содержимого очень часто происходит туповатенько. И понятное дело то, что нейросети идут в гору. Сейчас очень много нейросетей там через какое-нибудь будет потом видео о нейросетях. Я хочу сейчас записать видос о том, как создавать, заменять, снимать белье, разумеется, с модели через нейросетки. И обязательно об этом поговорим. Сегодня не будем. Сегодня чистый фотошоп. Так. Сергей. Спасибо за 50 рублей. Гигантское спасибо. После того, как мы с вами заполнили, давайте с вами поступим следующим образом. Верхняя часть. В ней содержится текстура, которая мне пока что не нужна. Поэтому я верхнюю часть немножечко сделаю темнее, чтобы она на себя внимания не отвлекала, не принимала. Поэтому я просто вот так вот выделяю верх. Обычным полигональным лассо. Создаю корректирующий слой, кривую. И точку белого я начинаю понижать, чтобы верхняя часть была практически незаметна. Все. Вот этого будет мне вполне достаточно. Едем дальше. Давайте сразу сейчас удалим вот этот шнурок. Он здесь тоже, я думаю, выглядит стрёмненько, туповатенько. А потом перейдем к работе с моделью. Удалять шнур я буду элементарно просто через... Можно, к примеру, полигональное лассо. Можно взять, выбрать Brush Tool, нажать на клавишу Q. И... Впервые у тебя на стриме. Очень рад, что смотрю тебя. Как найти вдохновение, если совсем нет желания снимать? О, вдохновение, ребят. Это вообще крутая тема. Спасибо большое за донат. Сейчас отвечу на твой вопрос. Смотрите, затирать шнур можно через быструю маску. Быстрая маска. Нажимаете на клавишу Q. Вообще, многие почему-то не пользуются ей. Она очень удобная. Когда вы нажимаете на клавишу Q, либо нажимаете вот на этот значочек, у вас появляется быстрая маска. Вы можете простой кистью заполнить какую-то область. И потом, когда вы еще раз нажимаете на клавишу Q, она у вас сразу обтравливается. Возьми девочку в ветках елки на обработку. Мы очень ждали это. Хорошо. Спасибо за донат. Я сейчас опять же прочитаю все донаты. И будем смотреть дальше. После того, как вы выделяете эту маску, она у вас превращается в обтравку. И все. И вы можете уже использовать обычный fill content away для того, чтобы эту часть уменьшить. Так, вот у нас, мы с вами еще сделаем такую вещь. Я открою историю и сделаю снапшот. Ать. Это нужно для того, чтобы мы с вами видели на оригинальный вариант картинки. И вот по шагам, чтобы у нас хоть какое-то представление было о том, что мы с вами сделали. Давайте историю пока сюда засунем. Но вообще, я историей не пользуюсь. Едем дальше. К донатам, опять же, я вернусь. Я про них не забываю, ребят. Сейчас я хочу чуть-чуть поработать с пластикой модели. Я выделяю квадратную область. Всегда я, опять же, повторяю. Выделяете квадратную область. Потому что, если вы открываете модуль Liquify, чтобы его открыть, вы должны пойти в фильтр Liquify на активном слое. Кстати, слой я продублировал. На копии слоя работаю. Нам это нужно для того, чтобы... Вы работая инструментом Push Left Tool, смещение пикселей влево. Работает он следующим образом. Вы двигаете мышку по направлению, а пиксели смещаются в левую сторону. Чтобы у вас инструмент работал равномерно как по горизонтальной оси, так и по вертикальной оси. Если вы выберете, к примеру, супер какой-нибудь такой узкий прямоугольное выделение, то инструмент будет дико тупить и работать будет ужасно. Вот смотрите. Здесь есть тоже небольшая хитрость. К примеру, вы хотите сделать модели более сильный прогиб, поднять немного живот, нарастить немного попы. Что делать, если мы это хотим сделать, но на заднем плане у нас с вами просто вот такой рисунок, который очень сильно бросается в глаза. Здесь есть элементарный лайфхак. У вас есть две клавиши на клавиатуре. F и D. Буковкой F нажимаете на клавишу F, и у вас появляется маска. Вы вот так вот маской затираете часть текстуры на заднем плане. Можно даже подойти поближе и более детально сделать, чтобы именно эта текстура у вас не растягивалась. И та же самая ситуация, та же самая шляпа вот здесь. Кстати, с попой, так как попу мы с вами, вот эту часть мы будем опускать вниз, нам нужно заморозить вот эту текстуру. Но так как попу мы будем немного наращивать, опять же, я это делаю не потому, что это нужно делать на этой девушке. На этой девушке все окей. Нет, я это делаю только ради того, чтобы чуть-чуть сделать, ну, показать вам, как это работает. Окей, соответственно, вот здесь уже мы можем и не затирать маской. И, пожалуйста, что мы делаем? Вот у нас точка перегиба, наверное, где-то здесь будет. Открываем инструмент смещения пикселей влево. Аккуратненько начинаем вот это все дело двигать сюда. Ничего страшного, что у вас текстура сильно едет. Здесь тоже я сразу подниму частично. Потому что текстура, она очень похожая, и мы ее можем переселить. И немного давайте самую, опять же, малость попу вот так вот нарастим. Простите, автор фотографии, за то, что я этим занимаюсь. Но по-другому никак. И здесь у вас есть два выхода. Вариант первый. Давайте я создам новый слой. Вы берете штамп, и штампом отдельно каждую линию вот так вот аккуратненько пересаживаете. Для того, чтобы у вас на пустом слой пересаживалось все это, нажимаете Curenton Below по уровням. И спокойненько пересаживаете. Это вариант первый. Он на самом деле более точный, но на него вы потратите намного больше времени, чем, к примеру, на такую ситуевину. Вы находите повторяющийся слой, паттерн. Вот я, к примеру, его нашел. И уже спокойненько эту текстуру пересаживаете. Также можно это сделать через частотное разложение. На ютубе у меня ролик выходил про фишки частотного разложения, где я показывал, как с помощью частотного разложения можно исправить текстуру, вот эту растянутую текстуру. Кстати, сюда, наверное, можно даже с помощью инструмента Healing Brush Tool эту часть исправить, чтобы у вас восстанавливалась и яркость. То есть не только текстура менялась, но и подстраивалась немножечко экспозиция интегрируемой области. Куда у нас музыка делась? Ну-ка, верните музыку. Так, а вот здесь вот то, что у вас линии тоже начинают вылезать. Слой, на котором мы сделали пластику, мы создаем на нем маску, и черной кистью по белой маске мы вот эту часть текстуры также можем восстановить. И это даже, кстати, можно делать не в ручном виде, вот так вот точно, вдруг на попу залезете, все будет плохо. Сделать это можно намного легче. Смотрите, давайте пока маску удалим. Открываем этот слой, нажимаем на клавишу W и нажимаем Select Subject. После того, как вы сделаете, это у вас образуется маска, и уже вот по этой маске спокойненько вы можете, по обтравочной маске, разумеется, вот по этой обтравке, вы можете спокойно, инвертировав маску, вот эту часть вернуть в первоначальное состояние. То есть, видите, делается это все супер-супер быстро. Можно сделать это более аккуратно с помощью смягченной кисти. Ну, в общем, такие элементарные операции, которые позволяют вам получить более достойный результат. Так, ну, здесь тоже чуть-чуть, чуть-чуть видно, но более аккуратно можно подработать. Давайте все-таки сделаем, что мы, лентяи, что ли? Мы вот сейчас с Инной играем в Хогвартс, не то копирую. Вот эту часть надо. Хотели стримить, но что-то как-то не дошли до стрима. Нормально. Так, едем дальше. Давайте я быстро читну донаты. Лея, за 100 рублей спасибо гигантское. Обиженный ученик. Девочку в ветках елки на обработку. Я посмотрю тебе фотографии, открою. Получаю большое удовольствие, слушая тебя. Можешь подвинуть область захвата, чтобы видны были настройки сверху. А, блин, вот я, Вася. У меня же этот. Почему не видно? Спасибо большое, Ваня, за 100 рублей. Спасибо гигантское. Почему не видно области? Потому что у меня монитор 3 к 2. давайте вот так вот сделаю, чтобы понять, сколько вам видно. 1080. Окей. Это раз часть. и это 2 часть. Все. Сейчас вроде у вас все должно быть видно. Опять же, извиняюсь. Извиняюсь за такой косяк. Так, быстро расскажу про ребят вдохновение. Как снимать, если у вас нет вдохновения? Вот часто бывает такое. Давайте я даже вот так вот сделаю, чтобы мою морду было лучше видно, чтобы вы не смотрели на меня. Мне часто бывает очень тошно от того, что мне вот просто нечего снимать. Я сейчас живу в Анталье, здесь нету моделей. Модели вот реально на пальцах считать. Я так сильно завидую тем, кто живет в крупных городах типа Москве и Питере. Я очень скучаю по Питеру, потому что там столько классных моделей, с которыми я регулярно работал. Это было настолько круто. И здесь, понятное дело, у меня прям беда. Мне некого снимать. Становится очень грустно. Я там переобрабатываю старые архивы. Но когда сюда приезжает модель, я сразу же не упускаю момент и бегу снимать. И вот для того, чтобы был этот запал, нужно изначально иметь у себя в арсенале гигантское количество классных идей. Я вдохновляюсь, ребят. Честно вам скажу, я вдохновляюсь не российскими фотографами. У меня есть очень много в сохраненках постов зарубежных фотографов и зарубежных моделей. Я вдохновляюсь даже не столько стилистикой обработки других фотографов. Я вдохновляюсь портретами. Я вдохновляюсь образами моделей. Поэтому у меня в сохраненках для всех городов, для разных стран есть отдельные папки с моделями. У меня есть много моделей из Германии, из Франции, из Италии, из Мадрида, из Испании. И они сохранены только для того, чтобы, когда вы смотрите на них... Опять же, это работает в моем случае. Я не знаю, как в вашем случае будет работать. Когда я смотрю на их портреты, даже вот просто простые портреты, не знаю, там, снэпы, либо модельные тесты, либо какие-то творческие работы, вот они меня именно вдохновляют. Меня вдохновляют люди. Я смотрю, и просто мне становится грустно от того, что сейчас у меня таких моделей нет, но они в любой момент могут появиться. И когда они появятся, я прям сломя голову пойду фотографировать. Если у вас, вы живете, не знаю, там, в Москве, в Питере, в каком-то крупном городе, если у вас есть классные модели, не стесняйтесь им писать. Они у вас под боком. Это, блин, круто. Если вы сидите, очкуете и не знаете, что написать модели, пишите просто. «Привет, я фотограф, вот мое портфолио, я буду очень рад с тобой пофотографироваться, давай поработаем ТФП». Я буду очень рад, если ты выделишь время на съемку со мной. Вы оплачиваете студию, киньте в это деньги, оплатите, найдите локацию, сразу сформируйте грамотно идею. Не надо говорить то, что «го фотоца», ну «го фотоца» вас пошлют нафиг. Сформируйте идеи, скиньте референсы, то, что вы хотите получить, приблизительное по настроению. И вот если вы это все сделаете, то с намного большей вероятностью человек вам ответит, и вы пойдете фотографировать. В моем случае меня вдохновляют именно люди. То есть вот сейчас, раньше, да, если взять там года два назад, я смотрел на стилистики, обработки разных фотографов, и такой, блин, классно. Там посмотрел на, ну, для начала меня укусил Андрей Брандис, еще там в 2014 году я посмотрел на его работу и говорю, все, я вот хочу, как ты. И я начал делать, как он. Потом я сформировал свой стиль, и у меня было много разных качелей. Хочу, как Илья Надия, делать компоузинг. Окей, я делал компоузинг. Там, хочу, как какой-нибудь Алекс Тодот, снимать непонятные, обтянутые липкой пленкой голых людей. Тоже это можно поснимать. Но это все, знаете, метание от стиля к стилю. На этапе обучения, разумеется, на начальном этапе фотографирования, вы должны через это пройти, вы должны попробовать поснимать в разных стилях, прикоснуться, понять теорию, понять практику того или иного жанра. И потом уже выбрать какой-то для себя один. То есть сейчас я уже, понятное дело, не занимаюсь там компоузингом каким-то сложным, потому что я могу его сделать технически, иногда я делаю, но это не то, чем я горю. Вот сейчас я начал уже гореть не стилитикой съемки, а я начал гореть людьми. Мне иногда бывает, вижу я портрет человека и такой, все, бух, иду снимать. Было недавно, ну, этим летом, я сидел в кафешке, девочка-хостес, которая стояла у соседней кафешки, просто симпатичная турчанка, прям очень красивая. Я, как говорится, не зассал, подошел и попросил ее у меня пофотографироваться. Она, к сожалению, по-английски не говорит, по-русски не говорит, говорит только по-турецки, а я сам по-турецки не бум-бум. Поэтому знаю только к ее пек собака, потому что они выбежали, я на мотоцикле один раз упал. И я к ней подошел, показал ей портфолио, говорю, открыл переводчик, с переводчиком показал, потом подошла девочка, которая говорит по-английски, нам перевела. И вот в результате я с ней договорился поснимать, она реально была красивая. Вот тогда я вдохновился. И порой люди, бывает, вдохновляются вас намного, намного больше, чем стили каких-то других фотографов, обработки. Так, Макс, скажи, пожалуйста, какие экшены из твоего набора уже архаизм и какие экшены достаточно иметь в 2023 году? По экшенам я сейчас делаю новые экшены и они будут достаточно сжатые. То есть многие вещи я переформатировал, перелопатил и очень много экшенов у меня завязанных на различных софт-эффектах, потому что я сейчас люблю софт-эффекты. Мне нравится вот эти, мне нравится фильтр Tiff and Blackburnist, который, кстати, сейчас накинут на монитор. Именно поэтому вот эта лампа, видите, она отбрасывает такой очень приятный блик-ориол. И я сейчас начинаю работать с чуть большими вот такими аналоговыми эффектами типа зерна, разных призм, когда у вас дисперсия света происходит, свет раскладывается в спектр. Мне вот это нравится, я это делаю. Я не могу сказать то, что вам они нужны. Нет, вам в первую очередь нужен экшен, который вы можете сделать сами. Это раскройка изображения там в галерею. Кстати, на следующей неделе будет видео на YouTube, я его уже записал, уже смонтировал, осталось только загрузить на YouTube по монтажке, новой монтажке галереи, бесшовной такой коллажирования для Инстаграма. И вот там будет экшен, и там будет видео урок о том, как вы можете этот экшен записать сами. Вообще, по-хорошему, научитесь делать экшены сами. Многие экшены вам будут упрощать работу. Я не знаю, перед тем, как выложить фотографию в интернет, сохранить, вы всегда ее сжимаете до одного и того же размера, накидываете одну и ту же резкость, накидываете одну и ту же силу зерна. Почему бы это не запилить в экшен? Это делается за три секунды. Вот. Ставьте лайки, если хотите такой видос по настройке экшенов самостоятельно. На стриме цвет хуже, чем в видео. Сделаешь гайд по цветокору? Будет гайд по цветокору. Очень интересно смотреть и слушать. И спасибо большое за 100 рублей. А вы стикеры лепили мне? Я не видел еще ни одного стикера. Мне интересно, там классные стикеры. Можно разнести срач немного. По цвету, да, я обрабатываю через Final Cut Pro X, накидываю небольшую цвет-коррекцию на свои ролики. Это, как правило, S-образная кривая, плюс немножечко тонировки в цвета и в тени. Я думаю, я затрону эту тему, но снимаю я ни в какие не слоги. То есть я снимаю вот в классический профиль, как сейчас. Вот, у меня вот такая картинка в оригинале. И на нее просто накидываю пару слоев, получается круто. Поэтому фиг знает. Будет. Был ников. Хорошо, значит, какой-то стикер был. Он у меня просто не отображается. Он, наверное, отображается только у вас в OBS. Логично. Возможно ли сделать экшен, который бы открывал камеру RAW и там накидывал резкости зерно? Конечно, разумеется. Да, это же XML, обычный XMP, точнее, файлик. Поэтому, конечно, можно. Так, поехали дальше. Еще раз гигантское спасибо, ребят, всем за донаты. Давайте обрабатывать дальше. Я обычно, как всегда, много болтаю, мало обрабатываю. Но я надеюсь, вы что-то полезное вообще из этого вытаскиваете. Так, едем дальше. Что мне хочется сделать? Вот, смотрите. У нас с вами теплое лицо и холодные ноги. И это означает, что я не могу сейчас работать с каналами. Потому что, если я возьму информацию, знаете, такой классический трюк, когда вы берете синий канал и вот из него вытаскиваете информацию. Если вы возьмете синий канал и начнете из него вытаскивать информацию, то у вас яркость ног будет больше, чем яркость лица. То есть лицо станет сильнее. И это будет не совсем хорошо. Нам нужно, наоборот, постараться сделать все-таки иначе. Мне хотелось бы сделать, чтобы свет теплый был более значимый и более яркий, чем ноги. Поэтому в каналы здесь идти нет смысла. И мы здесь можем спокойно поработать обычными S-образными кривыми. Я сделаю две S-образные кривые. Давайте для начала сделаю копию психлоев. И пойду в модуль... Открою для начала Magic Wand Tool и выберу Select Subject. Выделять... Select Subject, выделять нашу модель, я буду через облако. Облако выделяет намного более точно. Иногда работает нормальная и внутренняя десктопная версия. Но вот с облаком это как-то поинтереснее. Он нормально, он выделился столом, вполне неплохо. Я создаю корректирующий слой кривую и затемняю задний план. Для этого мне нужно маску инвертировать, чтобы у нас маска падала на задний план. Немножечко затемню задний план. И затемнять я его буду с некой S-образностью. Зачем делать S-образную кривую? Сразу запомните то, что любая S-образная кривая, если она имеет S-образность вот такого вида, то есть классическая S-образная кривая, то она будет повышать не только контраст, но и насыщенность. Соответственно, вот этим вы можете оперировать для того, чтобы повысить насыщенность заднего плана. Сейчас я повысил насыщенность заднего плана. Уже посмотрите просто, насколько сильно меняется атмосфера фотографии. И делаю дубликат этого слоя. Инвертирую маску Command и чтобы воздействие падало на мою модель. И вот сейчас уже работаю с ее телом. Как я работаю с телом? Я давайте вот эти точки удалю. Я там какой-то донат пришел. Я обязательно его прочитаю чуть попозже. S-образная кривая должна повышать контраст на нашем лице. Но как эту S-образную кривую делать? Просто вот так вот кинуть две точки и сделать S-образность? Да, для лентяев. Да, для дилетантов. Нет, для крутых дядек и тетек, как мы с вами. Какими мы с вами и являемся. Как накладывать эти точки? Вы берете... Не встретиться и не сомневанных историй. Новые камеры уже совсем скоро. Спасибо за донат. Смотрите. Вот этот значок мы нажимаем. И этот значок позволяет нам тыкнуть на лице две точки. Между светлой областью и какой-то темной областью. То есть вот наша задача с вами создать контраст не между светлым лицом и темными волосами. А наша задача сделать контраст на теле между светлыми частями лица и темными частями лица. И, соответственно, когда я тыкаю вот этим инструментом на темную часть и на светлую часть, у меня появляются две точки, которые я раздвигаю в S-образном виде. И, видите, уже совсем по-другому меняется контраст. У нас сразу вылезают вот эти света, у нас затемняются вот эти участки и очень сильно повышается насыщенность. То есть картинка становится вот как раз той самой, которую я хотел, чтобы она была более такой теплой по настроению. Чтобы этот теплый свет был более видим. Сейчас я накинул этот свет только вот в таком номинальном пока что виде. Он есть и замечательно. Дальше здесь нужно, конечно, играть с эффектами. Вот этот теплый свет, вообще непонятно, что он теплый. То есть у нас вроде лицо теплое, вроде рука теплое. Все остальное не такое уж и теплое. Хочется сюда какую-то засветку кинуть. Поэтому давайте сделаем следующим образом. Я нажимаю на клавишу M, выбираю прямоугольное выделение, выделяю вот эту область, нажимаю на создание adjustment layer и клацаю на hue saturation, клацаю на колоризацию, на тонировку. Добавляю немножечко экспозиции, добавляю насыщенности и выбираю тот цвет, который будет матчиться с настроением вот этого теплого света. Далее можно маску удалить, создать новую маску, инвертировать, взять обычную кисть, brush tool, увеличить размер, сделать эту кисть максимально мягкой, процентность прозрачности снизить процентов до 10. Это можно сделать просто нажатием на клавишу 1 на клавиатуре. Нажмете 4, будет 40%. Нажмете 8, будет 80%. Нажмете 1, будет 10%. Нажмете быстро 1, 2, будет 12%. Если вам нужно поставить насыщенный opacity вот этого слоя 3%, надо нажать 0,3, будет 3%. Ну вот я десяточкой буду работать, давайте. И мы вот так вот с вами делаем, пам-пам-пам-пам-пам. Видите, какая грязь появляется? Ничего страшного, это у нас правится режим наложения screen. Меняете режим наложения на screen, и все, у вас это дело становится более мягким. Смотрите, когда вы это сделали, когда вы это сделали, это может казаться нереалистично. Разумеется, это не будет реалистично. Почему это не будет реалистично? Да потому что какого фига здесь засветка есть, а в других участках этой засветки нигде нет, хотя какие-то яркие блики есть везде. То есть по-хорошему эту засветку нужно перенести на разные участки, то есть сделать в целом атмосферную такую небольшую перспективу, чтобы у вас началась считываться сама атмосфера. Но сделать это можно не только рисованием. У вас есть замечательный аналог Tiffen Black Pro Mist, который можно реализовать через фильтры Photoshop. Копируете все слои, у вас создается новый слой, вы идете в фильтры, blur, к примеру, это можно сделать через linse blur, я очень часто это делаю через linse blur. И выбираете здесь максимальный пентагон, пентагон, это что-то американское, радиус 100. Спасибо большое за донат, опять же все донаты прочитаю сейчас. У вас появляется вот такая вот небольшая размытие, но linse blur размывает картинку не так, как gaussian blur. Можно еще раз, кстати, прогнать, чтобы еще сильнее размылось. Посмотрите ролик на ютубе, я уже рассказывал, как работает linse blur, подробно объяснял. Накладываете в режим наложения screen, создаете еще корректирующий слой кривые и затемняете немножечко картинку. Видите, уже какой софт прям появляется, прям появляется софт, софт, софт. И здесь мы доводим свет до приблизительного аналога того, что вы имели раньше. Я скопирую, не скопирую, а сгруппирую с предыдущим слоем и вот до, после, до, после. Посмотрите, просто здесь вырвиглазная резкая прям пипец картинка, здесь она уже такая мягенькая, как будто мы реально софт-фильтром снимали. Создаем маску, потому что сейчас это какой-нибудь тифон с силой 2, нам это, конечно, перебор, поэтому мы можем прозрачность, во-первых, опустить процентов до 40-50, окей, пускай будет так. И вот уже в таком виде мне фотография нравится намного больше, и уже вот эта засветка, она здесь выглядит вполне естественно, и ее хотя бы мы можем как-то объяснить. Окей, что здесь еще можно сделать? Ну, в целом, меня все устраивает, я бы, наверное, еще вот эту шляпу немножечко подвинул, что-то здесь такое не совсем понятное. Давайте композиционно ее выстроим, чтобы у нас равномерная была более точная симметрия между левым и правым краем, и как раз вот эта шляпа справа отрежется, и тем более, так как у нас девочка залезает, и в основном акцент все-таки здесь, разумеется, более строгая симметрия нам просто необходима. Так, ну вот в таком виде мне уже картинка нравится намного больше. Понятное дело, здесь остается сделать частотное разложение. Частотное разложение я теперь всегда делаю в самом конце после того, как вы накинули, после того, как вы накинули контрасты. То есть после того, как вы накинули контрасты, вам намного легче различить светотеневой рисунок. Выбираете нужный радиус, ну в данной фотографии, я думаю, радиус где-то около 5 пикселей будет вполне достаточно. Быстренько пробегаетесь по верхним частотам. Здесь на самом деле некуда бежать, и верхние частоты вообще идеальны, поэтому мы их оставим такими. А вот низкие частоты можно микшер-браштулом немножечко размазать. Сейчас я картинку повернул. Повернуть картинку можно с зажатой клавишей R. Зажимаете R, двигаете картинку, так водить мышкой пером намного легче. Выбрав этот инструмент, выбираете кисть 20-20-20-20, выставляете все параметры. Плюс вот здесь не должно ни в коем случае быть галочки. Не успел услышать, что сказали. Сейчас донатики прочитаю, ребят, спасибо большое. Спасибо, что донатите, так приятно, так приятно. О, кстати. Вы, наверное, не в курсе, но... Вы-то, наверное, не в курсе, но... Вы-то, наверное, не в курсе, но... Мы собирали с вами донаты, бабки. Мы собирали на вот эту фигню. Это Canon EOS M. Помните такое? У нас прошлый стрим был, и мы собирали на Canon EOS M. Вот, я купил, так что... Макс, твои стримы и видео вдохновляют. Продолжай с днем варенья. Спасибо за поздравление с днем рождения. У меня, кстати, 27 февраля был день рождения. Так вот, вот этот Canon EOS M, на него я очень-очень быстро, скоро запишу обзор. Поэтому ждите. Он умеет снимать RAV-видео. Я уже затестировал. Конечно, сногсшибательная вещь. Камера за... Ну, сколько она стоит? Я ее купил за 4 тысячи лир. 4 тысячи лир — это... 16 тысяч рублей. Вот за 16 тысяч рублей камера умеет снимать RAV-видео. Офигеть. Будет видеообзор на эту тему. Очень надеюсь, что у меня его получится прицепить на этот аноморфотную насадку. И еще я к нему, к Canon EOS M, я взял переходник с объективов EF на EM Bayonet. Так что я еще 35-ку 1.4 прицеплю, и будет вообще пушка. Так, ну окей, ладно. Здесь у нас все окей. Можно чуть тени на лице создать на скулах, чтобы она была более такая активная. Все, нормально. Мне кажется, сейчас картинка вообще замечательная. Можно накинуть Color Balance, чуть-чуть поработать с цветами. Мне хочется тени сделать более такие, знаете, немножечко зеленовато-холодные. А хайлайты можно как раз увести в более реальный цвет. Так, видите, я цвета увожу в мадженту. То есть я отдельно работаю с тональностью, отдельно работаю с хайлайтами, отдельно работаю с тенями. Тени я увожу, видите, в зеленый. То есть у меня тени зелено-холодные, цвета слизерин. А хайлайты у нас цвета Гриффиндора. Они более такие теплые. И... О, прям пушка. До, после, до, после. Видите, у нас, когда вы используете равно-разнотональные деформации цвета, когда вы отдельно работаете с тенями, когда вы отдельно работаете со светами, уводите то или иное в тепло либо в холод, это, опять же, всегда нужно за этим следить. Ваша задача вот этой всей шляпой сделать так, чтобы точка черного и точка белого у вас относительно почистили. Чтобы не было такого, то, что у вас точка черного, она красная. Вот смотрите, как это элементарно проверить, если вы слепой. Вы берете инструмент пипетка, айдроп, и открываете через винду панель инфо. У вас в панели инфо есть такой замечательный цветосинтез RGB. И вы вот так вот мышечку наводите на тени, клацаете точечку, и эта точечка вам говорит, что у вас красного 17%, 17% красного, 12% зеленого и всего 9% синего. Как нетрудно догадаться, наличие красного в тенях означает, что у вас точка черного красная. Вопрос. Может ли быть она вот красной здесь, в этой области? Да нет, конечно, это глупо, она не должна быть там красной. Она вот тут красная, окей, и теплый свет освещает лицо, это окей. А здесь она должна быть холодной, потому что холодный свет из окна светит, и вот эта часть должна быть холодной, у нее попа должна быть холодной. Соответственно, мы делаем путук, мы делаем, накидываем этот корректирующий слой, который вы ручками двигаете, и все, и у нас получается 0 красного, 9% зеленого и 8% синего. Зеленый плюс синий равно циан, то есть холодненький, циановый цвет. И вот здесь у нас как раз циановые тени, и это симпатично. Здесь это, по крайней мере, работает. На других фотографиях, разумеется, это можно все делать по-другому. Вот, ну ладно, это все вопрос тонировок. Здесь вы можете крутить все на свое усмотрение, как хотите. Можно, к примеру, вот вы этот слой натыкали, но, к примеру, хотите немножечко вернуть цветы. Берете обычную кисть Brush Tool, увеличиваете размер, ставите мягкий soft rounded кисть, и вот так вот чпык, черной маской, по белой маске, сейчас у нас маска белая, можно прозрачность побольше поставить, вы немножечко теплоту возвращаете в эту область. Все, замечательная картинка, можно ее так сохранить. Я делаю копию всех слоев, изменяю размер картинки на 2560 точек по длинной стороне, использую алгоритм ресэмплинга B-кубический, наилучший для уменьшения которой B-Cubic Sharpen Reduction, зумирую картинку один к одному, открываю модуль камера RAW, иду в третью вкладку, накидываю зерна, для этого нужно, конечно, в 100% зуме открыть изображение, накидываю зерна, открываю восьмую вкладку, накидываю, а точнее до этого я накидывал резко, сейчас накидываю зерна на 15%, пускай будет 15%, жестко, но мне нравится, и сохраняю этот файлик на рабочий стол, как PSD разобранный, вам я его скину. Вот сейчас я смотрю на этот файл, и мне кое-что не нравится, кое-что не нравится, я немножечко отвлекся и вот увидел это. Мне не нравится не особо насыщенный теплый свет, поэтому я создам еще здесь такую замечательную вещь, как Selective Color, возьму красные цвета, удалю из них циан, и вот сейчас смотрите, какая магия происходит. Удаляя из красного циан, вы делаете все ваши красные цвета более красными, потому что напротив красного цвета, если вы откроете цветовой круг HSL, у вас напротив красного оттенка будет как раз циан, и вот если вы из красного удаляете циан, красный становится более красным. Можно чуть добавить Black, чтобы добавить темноты, то есть понизить тональность, и это тоже срабатывает. Смотрите, до, после, до, после. Ну, в некоторых случаях, опять же, можно еще немного Magento убрать, чтобы она розовой не была, и все, замечательно. Давайте, кстати, чекнем цвет кожи. Какой здесь цвет кожи? Для этого нам нужно открыть панель Info, взять пипетку, навести на лицо, и мы видим то, что Hue в данном случае у нас на лице, это 34%. Это нормальный цвет кожи. Цвет кожи у вас должен быть от 10 до 40% Hue. Это прям супер-пупер будете молодцами, если у вас будет такой цвет кожи. А вот, кстати, здесь на ногах что? Давайте еще раз бахнем. Windows, Info, здесь 0. Ну, вот здесь она розовая, то есть прям розовая. 0%. Ну, около нуля. Нормально. То есть здесь розовая, но здесь она и должна быть розовая, потому что у нас холодный свет подсвечивает ей по пень. Можно, конечно, взять еще какой-нибудь F6. Это экшн по прорисовке свет-синевого рисунка. Немножечко здесь попу ей подсветить, чтобы она была более такая активная. Немного вот эти штуки просветить, чтобы она, опять же, не была одета в абсолютно черную ткань. Чтобы хоть что-то мы видели, хоть немного мы, чтобы талию видели. Чтобы вот эти складки мы видели. Это тоже все симпатично выглядит. Ладно. Здесь можно все делать тысячу раз. Можно взять вот так вот. Смотрите. Накидываем экспозицию на вот эти блики. Эти же блики тоже симпатичны, да? Сложно поспорить, что они симпатичны. Да, они симпатичны. Накинули эту шляпу. Можно еще создать, к примеру, один Hue Saturation. Колоризация, повысить экспозицию, насыщенность. Выбрать какой-нибудь такой тепленький свет. Инвертировать маску. Взять обычную кисть. Уменьшить ее размер. Уменьшаем размер. И вот так вот. Чик. Небольшой прозрачностью. Пиц. И в режиме наложения Screen. Ну и здесь более детально просто эту... Края подчистить. Пиц-пиц. Тоже получается такая как бы засветка. Ладно, я думаю, вы с этим сами справитесь. Можно не через Screen, кстати, а есть еще разные режимы наложения. Вы экспериментируете. К примеру, Overlay очень хорошо повышает не только экспозицию, но и насыщенность. И Overlay классно работает... Режим наложения Overlay. Классно работает совместно с повышением яркости через Dodge & Burn. То есть вы можете, к примеру, вот эту часть. Я повысил насыщенность через Hue Saturation, через маску в режиме наложения Overlay. И дополнительно к этому я могу создать серый слой Dodge & Burn. И вот эту часть немножечко вот так вот пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу сделать поярче. И вон она, смотрите, прям вообще офигенно ярко светится. Вот они в совокупности очень хорошо работают. Это вам на заметку. Так, давайте я быстро сохраню этот документ. Все, едем дальше. Для начала я, перед тем, как пойду дальше, я быстренько читну ваши донаты. Дертоша, спасибо большое за 100 рублей. Олеся подписалась на канал. Ес, на мой канал подписываются. Наташа отправила 20 рублей. Это, наверное, был стикер. Так, да, светится имя Сони в аналог истории. Новая камера уже совсем скоро. Анатолий, спасибо за 100 рублей. Приветствую. Спасибо за творчество. Почернуло для себя очень много нового. Хотелось бы равок с телеги побольше. Равок в телеге. А, окей, равок в телеге. У меня очень много равок, но я об этом забываю. Вы просто пишите мне. Спасибо. Не знаю. Ты делишься такими полезными знаниями. Твой канал мне очень помог. Еще раз большое спасибо. Ты лучший. Еее, спасибо. Ребят, не забывайте то, что в чате Телеграм у нас вы можете общаться. У нас есть чат. И там можно ставить собаку, писать густарев и говорить крупными буквами. Густарев, скинь равки. Потому что у меня равок, хоть жопой жуй, я просто, у меня мозг очень часто отключается. Я не помню то, что кто-то хочет этого, кому-то это нужно. И, разумеется, пишите, я буду скидывать, мне абсолютно несложно. На Patreon, на Boosty я там скидываю тоже равки. Вот. Спасибо большое за донат. Дмитрий. Восхищаюсь. Привет из Сибири. 500 рублей. Еее, спасибо большое. Привет Сибири. Христюк Марк. 500 рублей тоже. Спасибо, гигантское. Максим, твои стримы и видео вдохновляют. Продолжай. С днем в арене. Спасибо, спасибо, спасибо. Дэн, спасибо, что делишься такими полезными знаниями. Твой канал мне очень помог. Еще раз большое спасибо. Ты лучший. Тоже 500 рублей. Блин, спасибо вам, ребят, большое за донаты. На самом деле нам нужно с вами придумать какую-нибудь новую цель для сбора донатов, чтобы мы с вами собрали на какой-нибудь став, который можно будет разобрать. Потому что вот мы собирали с вами на Canon EOS M. Я его купил. Будет ролик. Будем разбирать. Так, едем дальше. Давайте быстренько пробежимся вот по этой фотографии. Я уже сейчас настолько сильно дотошно разбирать не буду. Я ее уже открыл до этого, посмотрел, что она из себя представляет. Но здесь тоже есть о чем сказать. Мне она тоже понравилась. Во-первых, здесь нужно обязательно поднять экспозицию. Посмотреть, что у нас творится с оптическими искажениями. Снято на Canon 24-105, скорее всего, F4. Да, F4. Дисторсию мы с вами более сильно исправляем. Винетку мы возвращаем на место. Ой, я же не отобразил вам картинку. Сорян. На мой нос, наверное, сбоку смотрите и говорите. Вот ты, Вася. Здесь я ничего не делал, кроме как добавил немного экспозиции. Классный кадр, прикольный. Мне он нравится. И все. Здесь в целом не нужно добавлять вот эти shadows, вытаскивать. Здесь никто не будет смотреть на спину. Кадр красивый. Почему он красивый? Почему он классный? Потому что здесь есть профиль лица. И этот профиль лица мы с вами видим. Мы его визируем достаточно отчетливо. И фотограф молодец, что с этим не прокосячил. У нас есть хорошая талия. И это прям замечательно. Соответственно, никакие shadows мы с вами не достаем. Мы достаем лишь общее настроение кадра, чтобы видеть вот этот профиль яркий. И здесь все замечательно. Нажимаем на клавишу открыть. Open. И дальше. Что мне здесь хотелось бы сделать? Давайте я продублирую слой. Назову его Liquify. Это будет моя пластика. Выделяю прямоугольное выделение. Я сначала поработаю с моделью. А потом буду работать с задним планом. Для начала я хочу поработать с ее талией. Здесь можно смело делать талию более тонкой. Ничего страшного в этом нет. Когда вы двигаете, задвигаете талию, вам нужно быть аккуратными с локтями, с руками. И ничего страшного, если вы будете двигать это все в совокупности. То есть я могу прям непосредственно брать, выбирать линию, по которой я буду двигать. То есть у нас есть на заднем плане линии. Линия раковины, линия стыка в плитке. И чтобы они у вас не уходили, то есть нельзя двигать в эту сторону. Нужно двигать строго по линии, по определенным линиям на заднем плане. Чтобы вам не сказали, что модель своей красотой изменяет архитектуру стен. Так, спасибо большое за донат. Я опять же прочитаю чуть попозже после этой фотографии. Окей, здесь я немножечко поработаю с рукой. Опять же, вот я увеличу картинку, чтобы вам было более понятно. Как я двигаю руку? Здесь у нас есть раз линия и линия два. Соответственно, вот где-то здесь будет срез. И вот эту часть тела я двигаю сюда, строго по этой линии, по линии раковины. Но вот эту область руки я двигаю строго в направлении рисунка раковины. Делаю я это все, разумеется, инструментом Push Left Tool. Push Left Tool, он есть у всех. И если кто-то не умеет им пользоваться, учитесь. Очень удобный, очень полезный инструмент. Вот эта часть, видите линия? Я ее двигаю сюда, соответственно, я смещаю локоть вверх. Ну и здесь остается вот эти уголки чуть-чуть поджать. Я всего лишь немножечко уменьшаю массивность локтей для того, чтобы объяснить себе, почему я двигаю талию. То есть, если бы я подвинул талию, но оставил локоть первоначальный, визуально это было бы неестественно. И, возможно, зрители бы потом мне сказали, типа, чувак, что-то у тебя как-то кривовато все. Шея у нее прекрасная, свет на шее вообще потрясающий. Вот этот блик выглядит очень красиво. Ушки, носик, все здорово. Мне безумно нравятся бедра. Бедра тоже хорошие. Еще можно вот такую хитрость сделать. Тоже, смотрите. Я выделяю квадратную область, открываю инструмент пластика, выбираю инструмент сжатия. И вот прям пара таких вот тык-тык-тык-тык-тык-тык кликов. Эти клики, они самую малость уменьшат грудную клетку. То есть, видите, она тоже такая поджалась немножко. Окей, дальше. Волосы. С волосами, мне кажется, здесь все замечательно. Линия лба потрясающая. Девочка очень красивая. Просто анатомически у нее очень красивый лоб, очень низкая линия лба, красивые уши, носик. Все здесь здорово. Нет подбородка, то есть его не надо задвигать. Здесь все замечательно. То есть особо можно не запариваться. Нос тоже красивый. Но здесь есть смысл запариться вот с чем. У нас первое. Я вижу очень отчетливую бочку. Бочка присутствует. Поэтому мы открываем этот Liquify слой уже с пластикой. Давайте я его прокопирую и открываем его через модуль Camera RAW. Здесь мы что можем сделать? Через оптическую дисторсию можем немножечко уменьшить вот эту бочку. Самую малость. Процента на 2. Это раз. А второе уже всем известный геометрический лайфхак. Мы берем и вот эти вертикали исправляем. То есть у нас исправляются как горизонтальные вертикали, так и вертикальные. Как горизонтальные, так и вертикальные. Вот. Ну вот как-то, наверное, так оно должно выглядеть. Оп. Да, вообще четко. Чтобы не потерять пиксели, чтобы не потерять детализацию, я вот так вот так же уменьшаю кадр. И давайте применяем его. Окей. Есть. Далее. Выделяю инструмент. Все по накатанной. Идем в Magic Wand Tool. Выделяем пустоту. Идем через Select, Modify, Expand, пикселей на 5. Расширяем область. Нажимаем правой клавишей мыши. Feel. Заливка с учетом содержимого. Залили с учетом содержимого. И выглядит вполне у нас неплохо. Вот это, правда, линия сверху. Ее не хватает. Вот здесь хочется получить тоже шов. Но на самом деле мы скопируем. Нет, мы не скопируем, а мы скадрируем. Потому что композиционно у нас есть центральный объект. Это лицо. Но давайте я композицию разберу этого кадра. Вот у нас есть лицо. Это центральная композиция вместе с лампой. Сверху у нас пусто, нету ничего. А снизу у нас красивая талия и бедра. И это означает, что верхняя часть нам не особо нужна. Вот эта лейка здесь не несет никакой смысловой нагрузки. Поэтому эту часть мы можем отрезать таким образом, чтобы визуальный акцент между верхней частью и верхней частью кадра был приблизительно одинаков и соизмерим с нижней частью. То есть снизу нас ограничивает ее талия. И вот расстояние под талией и расстояние над головой может быть одинаковое. Поэтому мы можем спокойно взять инструмент кадрирования, сделать, к примеру, 4 к 5 кадрирования сторон для Инстаграма. И вот так вот скадрировать у нас будет вполне симпатичный. Вот сейчас композиционно мне этот кадр очень нравится. У нас есть визуальный акцент на лице, у нас есть визуальный акцент на локте. То есть они вот друг друга уравновешивают. Вот эту розетку нужно убрать, разумеется. И выглядит все просто потрясающе. Кстати, то, что ее голова развернута сюда, кадр не становится сильно драматичным, потому что у нас есть ее силуэт здесь и плюс отражение в зеркале тоже с этой правой... Ну, не в зеркале, это стекляшка, душевая плоскость. Короче, вы меня поняли. Давайте вот эту часть зальем с учетом содержимого. Она нам не нужна. Я вот так вот ее прям возьму вместе с лампой. И фил, контент, АВ, заполняем. Чпыньк. И все, она исчезла. Вообще потрясающе сработала. Так, далее. Что здесь еще можно сделать? В любой непонятной ситуации, когда вам грустно, скучно, мы накидываем S-образную кривую. И этой S-образной кривой мы формируем более правильные контрасты на вашей фотографии. Так как у меня, смотрите, тоже интересный момент. Вот мне важен контраст между какими участками? Ну, наверное, между вот этим светом и какими-то бликами. Поэтому мы можем поступить тоже по пути выбора точек. Мы клацаем на точечку, клацаем на светлую точечку. И вот эту светлую точечку мы поднимаем. Чтобы тени у нас не проваливались, потому что вот эти тени нам все-таки нужны, я точку теневую поднимаю. Потому что если я ее оставлю на месте, то вот эта часть, то есть ровно та часть, в которой находятся все тени, она у нас исчезнет. Она станет темной. Поэтому мы должны приподнимать немножечко эту часть. Так, давайте посмотрим до после, до после. О, такой свет мне уже нравится. Но на самом деле слишком сильно засвечивается зеркало, поэтому, наверное, здесь нужно другую кривую искать. Давайте я ее попробую вот сюда кинуть на самый верх. То есть сделаю контраст между самыми верхними частями, между прям светами. Точку нейтрали я оставлю неизменной. И вот в таком виде, наверное, даже оставлю картинку. Она стала такой небольшой, более засовтленной, более смягченной. Плюс, давайте-ка сразу мне в голову что-то пришло. Я попробую через линзблар эту шляпу всю размыть. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Раз. И еще раз. Почему нельзя поставить третью точку? Ну вот, я поставил третью точку в кривых. Если вы говорите о кривых, да, я поставил третью точку для того, чтобы нормализовать контраст в тенях. Накинули, накидываем через скрин. И через кривую опять эту экспозицию немножечко понижаем. Видите, у нас опять же появился такой эффект бани. Как будто она в бане. Но она и так в бане. Но прозрачность сразу опускаем. Отлично. Мне нравится. И давайте еще сделаем следующую фишечку. Я открываю Color Balance. Color Balance всему голова. Color Balance умеет сепарировать цвета, сепарировать оттенки, температуры. Мы с вами тени будем делать немножечко более глубокие, маджентовые. А хайлайты я хочу сделать более зеленоватые, изумрудные. Для того, чтобы опять же фотография не была монохромной. Вообще монохром это классно, конечно. Монохром это здорово. Но если у вас фотография абсолютно монохромна и не содержит большое количество деталей, то лучше от этого монохрома чуть-чуть уйти в смежные, схожие оттенки. К примеру, тени у вас могут быть синими, глубоко синими, а цвета они могут быть циановыми. Это выглядит вполне симпатично. В общем, почему я веду. Я выбираю Shadows и Shadows я увожу в холодный, в мадженту. Вот в мадженту вы добавляете, все, они у вас становятся такими, знаете, прям синими-синими, более благородно синими. Они становятся, менее становятся вот такими циановыми. А хайлайты мы уведем как раз в зеленый. И в совокупности, когда вы делаете эти два действия, то есть вот так вот если посмотреть, фотография может и не поменяться. Только надо ее поменять на режим наложения color, чтобы у нас цветность, яркость не менялась, извиняюсь. Смотрите, до у нас skin tone и цвет света, цвет цветов, ярких областей, они по оттенку приблизительно одинаковые. А после у нас вот эта часть, она ушла в более синие цвета, а вот эти части, они ушли в больше фоциановые части. Соответственно, в некоторых случаях, в некоторых фотографиях вы можете такие вещи допускать, как эксперимент. Вы можете пойти абсолютно иным путем. Вот мы сейчас с вами сделали, что тени в холодный, а как бы цвета в более такой зеленый. Мы можем пойти другим путем. Мы можем создать такую же шляпу, точно так же color balance, и сделать все с точности до наоборот. Тени мы можем увести наоборот в зеленый, а хайлайты наоборот увести в более глубокий синий. И вот на поиске баланса между этими двумя оттенками вы можете играть. Можно это делать, конечно, более активно. Давайте тени уведем прям совсем в зеленый, а цвета подтягиваем до-после. Еще чуть-чуть можно до-после, до-после. Ну, здесь разницы практически нифига не видно. Давайте подтянем еще и другие оттенки. Желтый в тени, а хайлайты мы наоборот уводим в холодный. Вот у нас, видите, тени стали зелеными. Тени становятся зелеными, сразу в матрицу прыгнули. Тени становятся зелеными, а цвета остаются голубыми. Вот, то есть можно играть. Опять же, здесь на вкус и цвет товарища нет. Сами решайте, какой цвет вам больше нравится. Либо вообще забить на все, оставить оригинальный монохром и особо не париться. Копирую все слои, изменяю размер картинки на 2560 точек по длинной стороне, открываю это все добро в модуле камера RAW. Накидываю немножечко резкости и накидываю немножечко зерна, процентов 16. И все, наша фотография готова, ее можно сохранить. Кстати, здесь я еще одну штуку вам быстренько покажу. Мне что-то она в голову пришла. Почему бы и нет? Это чисто в качестве эксперимента. У меня есть небольшие текстурки, которые мы можем попытаться закинуть на эту фотографию. Мы можем взять какие-нибудь нестандартные текстурки. Почему бы и нет? Ой. Что я сделал? Ладно, пофиг. А, вот она. Эти текстурки я сам сделал, фотографировал еще в далеком 2000, наверное, где-то году 10, что ли. Ну, в общем, очень давно. Накидывайте текстурку в режиме наложения скрин, растрируйте этот слой. Понятное дело, он сейчас, блин, красный. Но вы его можете спокойно через такой Ctrl-U махнуть его в синий свет и тоже накинуть. Таким образом, зачем вам эта штука нужна? Зачем такой слой может быть полезен? Он достает информацию из теней намного лучше, чем ползунок Shadows. То есть в режиме наложения скрин у вас тональная составляющая пикселя накладывается, суммируется из двух слоев. То есть, к примеру, у вас была яркость фона и есть яркость накладываемого слоя. Результирующая составляющая будет суммой двух этих яркостей. То есть, таким образом, вы просто достаете какую-то информацию из теней. Иногда, опять же, это может смотреться вполне естественно и симпатично. Вы можете использовать параметр Blend If. Вы можете, частично сепарировав зажатым Options левый ползунок, определить ту область, на которую вы хотите воздействовать. Можно отдельно скрывать воздействие на света, отдельно скрывать воздействие на тени. Можно снимать воздействие в зависимости не только от оригинального верхнего слоя, но и ориентироваться по нижнему слою. То есть, не воздействовать на тени фона. Либо, наоборот, не воздействовать на света фона. Видите, что происходит? То есть это, на самом деле, штука очень такая хитрая и иногда бывает полезной. Поэтому флаг вам в руки. Сохраняем файл, закрываем, идем дальше. Так. Давайте я быстренько читну, что вы там понаписали. Уже поздно отправлять свои RAV. Да, ребят, я уже их все отобрал, поэтому сорян. Текстуры можно получить. Я их загружу в Telegram-канал. Главное, напомните, собачка, густрюк, текстуры, загрузи какие-нибудь. Наложить в режиме экрана, яркость, контрастность. Можно, конечно. В Google LightTexture тоже можно. Дверь в зеркале может убрать. Дверь в зеркале. Слушайте, а вот дверь в зеркале на самом деле... Пу-пу-пу-пу. Это вы мне прям сказали, что-то мне сразу стало интересно. Не забудь про девочку в ветках елки. Жена со мной стрим смотрит. Вместо сериала клон. Это дорого стоит. Хорошо. Сейчас сделаем. Спасибо большое за 100 рублей. Сейчас сделаем. Так. Вот смотрите. Здесь у нас... Это дело... Да, чинится. Как это дело можно починить? Это дело можно починить либо через частотку, либо отдельно брать какую-то текстуру и ее копировать. Ну, давайте я просто попробую ради эксперимента. Ради эксперимента мне самому интересно это все дело. Давайте попробуем быстренько сделать. Делаем select subject, чтобы у нас не воздействовала эта шляпа на модель. Чтобы мы... Делаем обтравку модели. Во, нормально, кстати, обтравила. И все. Это наша маска. То есть мы работаем внутри этой маски. Здесь можно чуть более аккуратно. И, кстати, сейчас у нас... Вот смотрите, если я уберу эту штуку, у нас будет достаточно резкий переход по контуру маски. Поэтому мы через feather давайте размоем на 2 пикселя. И еще раз пробежимся вот так вот более аккуратно. Ну, еще неравномерность текстур. Это тоже надо все, конечно, править. Можно накинуть еще вот эти полоски. А это лучше накидывать через инструмент не штамп, а через healing brush tool. Причем не через spot healing brush tool, а просто через healing brush tool. Типа того. Ну, в общем, если это более, опять же, детально потутыркать, то можно получить более реальный результат. Видно все-таки немного. Можно накинуть еще... Сейчас я быстро прям... Быстро сделаю и все, и успокоюсь. Чуть-чуть тени накинуть. Во, вот теперь мне, опять же, нравится. Окей, давайте сохраним. Все, едем дальше. Так. Давайте я быстро гляну сейчас. Как у вас настроение, ребят? Вы не устали? Нас смотрит 311 человек. 311. Какая прелесть. Я по вам всем дик соскучился. Надеюсь, вы по мне тоже. Скоро у меня будет съемка. Послезавтра. У меня будет послезавтра с какой-то Miss Africa 2021. У нее 1 миллион подписчиков. Но она прям такая, знаете, Miss Africa. По-другому никак не скажешь. Так, вот этот портрет. Давайте заретачим. Девочка в елках. Так, я сейчас еще быстренько читну ваши комментарии. Рутина обработки и напрягает, и расслабляет. Что можно сказать про Sigma 20 миллиметров в 1.4 R? Это самый классный объектив на свете. Шутка. Он хороший, но не совсем классный с точки зрения веса. Он очень тяжелый, но он реально классный. Во-первых, это самый светосильный 20-миллиметровый объектив. 20 миллиметров на таком угле дырка 1.4 R – это очень хорошо. И его очень круто использовать для астрофотографии. Вот если вы занимаетесь астрофотографией, то 20 миллиметров в 1.4 R – это лучший вариант. Если вы не занимаетесь астрофотографией, то нафиг он вам не нужен. Потому что лучше всего взять 24 миллиметра. 24 миллиметра меньше, легче, быстрее фокусируется, и у него можно еще фильтры нацепить на внешнюю линзу. А 20 миллиметров – там здоровенная линза, фильтры не нацепишь, его страшно таскать, одна царапина, и все. Поэтому спасибо за респект на мою работу. Поэтому не вариант. Если астрофотографией занимаетесь, то это необходимый объектив в вашем арсенале. Так, давайте смотреть здесь. Во-первых, нам нужно полюбас починить баланс белого, экспозицию. Очень сильно пересвеченный кадр. Вот этот кадр можно считать относительно пересвеченным. Можно, конечно, было бы делать потемнее, но, опять же, не обязательно. На минус полступени я его в предпродакшене сделаю, разумеется, чтобы хоть какую-то объемную составляющую достать. Но при этом shadows я сильно поглощать не буду. То есть они также будут оставаться. То есть вот эти shadows мне нужны. Далее. Здесь давайте быстренько, опять же, пробежимся по оптике. Виньетку возвращаю на место. Дисторсию на 200% клацаем. У Sigma 35 мм, как и у любого другого объектива, который дает выпуклую дисторсию, которая надувает наших моделей, вы можете смело использовать исправление дисторсии на 200%. Это вам даст еще дополнительную, без регистрации SMS, правку вашей модели. То есть небольшая, как бы liquify. Тоже смотрится очень неплохо. Быстро идем в camera calibration. Почему бы нам здесь не сделать зелень изумрудной? Вообще мне нравится изумрудная зелень. Я уже давно не снимал с зеленью. И вот когда я снимаю с зеленью, я всегда делаю вот это движение. Зеленую вводим вправо на 100%. Таким образом у нас зеленый становится более изумрудным. А то, что у нас кожа стала слишком маджентовой, ничего страшного. Это правится с помощью первого ползунка Hu. Мы его двигаем немножечко вправо, и все возвращается на круги своя. Все становится нормальным. Если вы посмотрите на до-после, до-после, у вас меняется помимо цвета, у вас еще немножечко меняется и контрастная составляющая. То есть лицо становится более активным. Смотрите, до-после, до-после. Оно чуть-чуть как бы выходит вперед. Добавляется объем. Вот. Нажимаем Open. Едем. 6000 пикселей. Ну ладно. Mac Studio вроде тянет. Это радует. Я очень рад, что Mac Studio работает адекватно. Поэтому мы пока что обрабатываем. Так, давайте с вами сделаем пластику. Да, здесь пластику можно сделать. И поехали. Копируем слой. Выделяем квадратное выделение. Открываем модуль пластика. И с пластикой я здесь буду делать очень немного чего. Уменьшаем размер картинки. Первое, это мне хотелось бы самую малость подправить нос. Смотрите, у нас здесь есть вот две вот такие. У нас нос переносится. Идет к ноздрям. И вот здесь появляются какие-то две полосочки. Эти две полосочки, они не совсем симметричны. Поэтому я их немножечко... Ой. Инструментом совершенно, разумеется, Push Left Tool. Я их немножечко задвину сюда. То есть я их чуть-чуть свожу к центру. Делаю более тонкую, более аккуратную переносицу. Также можно края носика чуть-чуть подопустить. И сделать их более округлыми. Всегда смотрите на асимметрию. Если у вас фронтальный портрет, очень часто такое бывает. Вообще здесь у девочки носик идеальный, портрет идеальный, ровный. Нету никаких асимметрий. Но очень часто бывает такое, что асимметрия прям бросается в глаза. И вот если такое происходит, берите на заметку, что пластикой, вот просто фронтально смотря, вы все эти асимметрии будете видеть. И всегда эти асимметрии можете исправить. В этом нету ничего плохого. Дерзайте. Joe Line самую малость я уменьшу. Также здесь нужно опустить линию лба. Иногда опускание линии лба через 4-Head в Liquify не так хорошо работает. То есть тут он, видите, опускает, начиная вот отсюда. А мне хочется, чтобы он опускал вот отсюда. Соответственно, я это все сделать могу инструментом Push Left Tool, аккуратненько просто двигая мышку сюда. Соответственно, по касательной у меня будут пиксели смещаться. Но работает это все отлично. Далее. Тоже такой хороший лайфхак. Когда вы увеличиваете размер овала прически, то есть у нас есть прическа, и чем более объемную прическу вы делаете, тем менее сжатым и менее объемным, объемным с точки зрения размера, кажется овал лица. Тоже этим можно иногда пользоваться. Так, можно бахнуть. У нее и так и здоровенные глаза, но можно еще чуть бахнуть чуть-чуть глаз. Если у вашей модели маленькие глазки, то вот в Eye Size и фигачите на побольший размер. Но здесь все замечательно. Хорошо. Не, красиво, 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 красиво. До, после, до, после. Ну, чуть-чуть поменяли. С одной стороны что-то поменялось, а с другой стороны да и так было нормально. Давайте еще чуть-чуть нижнюю губу вот так вот сделаем пельмень. Хопа. Хорошо. Замечательно. Дальше. Мне хотелось бы здесь чуть-чуть попробовать тырануть контрастность синего канала. Видите, в синем канале у нас проявляются такие вот детализации в веснушках и так далее. И это все мы можем сделать через, к примеру, Channel Mixer, клацнув галочку Monochrome, уменьшив красный, зеленый и синий. Давайте синий на 60%, остальные по 20%. Наложить в режиме наложения Luminosity, накинуть корректирующий слой кривую. Смотрите, видите, уже прям, ну, появляется веснушчатость на лице. И дальше мы работаем корректирующей кривой. И все, накидываем контраст, нужный нам. Берем светлую область на лице, берем темненькую область на лице. Вот у меня сформировались две точки. Около них я буду искакать туда-сюда. Повышаю экспозицию здесь, понижаю экспозицию здесь. Слишком сильно повышается насыщенность. Но ничего страшного. Я же знаю, что режим наложения Luminosity в кривой, он насыщенность не будет повышать. Он будет ее насыщенность сохранять оригинальную, а будет менять только экспозиционную составляющую. Тени я немножечко приподниму. По-моему, идеально. И здесь можно сделать следующим образом. Давайте с вами... Так, сейчас момент. Я вот эту шляпу... Опа, мышку выключу, она уже зарядилась, чтобы мне шнурок не бесил. Бесячий шнурок. Опа. Куда музыка делась? Кто музыку выключил? А, все, музыка на месте. Я уже думал, что-то произошло. Так, окей. Что я хотел сделать? Во, вспомнил, что я хотел сделать. Я хотел накинуть Abume. Как накидывается объем? Такой легкий способ без регистрации, опять же, смс. Мы выбираем область с моделью. Вот такую. Опа. Давайте чуть побольше волоса захватим. А вот эту часть поменьше. То есть вот эту часть мы чуть-чуть поменьше убираем. А эту захватываем. Создаем корректирующую кривую. Повышаем экспозицию. С-образный кривой. Причем можно С-образный в нормальном режиме наложения, чтобы у нас немножечко повысилась насыщенность. Видите, у нас насыщенность капельку повышается. Это классно, хорошо. И открываем маску. Берем ползунок растушевки Feather. И клацаем на дофига. Ну вот как-то так. 346 пикселей, пускай будет. До, после, до, после. Видите, чуть-чуть у нее экспозиция лица приподнялась. И дальше мы копируем эту кривую, инвертируем маску и наоборот затемняем экспозицию. Можно, кстати, затемнить через точку белого. То есть точку белого берем вот так вот и затемняем. Затемняем чуть-чуть, прям на несколько процентов. Что мы получили? Смотрите. До, после, до, по, до, после, до, после. Просто чуть больший явный акцент на портрете. Дальше. Картинка в целом, мне кажется, темноватой. Поэтому я вернусь к предыдущему корректирующему слою кривые. И немножечко еще вот так вот добавлю экспозиции в него. Так как этот слой находится в режиме наложения luminosity, он будет менять только яркость, исключая воздействие на насыщенную составляющую. Ну ладно, потыкаться можно. Все, сделали. Дальше, что мы делаем? Я хочу добавить блики в глаза. Создаю нейтральный серый слой. Нейтральный серый слой в режиме наложения overlay. Активирую инструмент dodge. И клацаю на глазки. Вопрос, куда клацать на глазки инструмент dot-ge? Свет падает у нас сверху. Соответственно, нам нужно подсветить вот эти блики и вот эти блики. Плюс можно вот такую часть снизу на радужке тоже засветить. То есть не всю радужку по кругу я кручу, а вот только нижнюю часть, блики, само собой. И вот снизу немного. Та же самая ситуация. Немного снизу и блики. Вах, красиво. Красивые глазки получились. Далее мы создаем новый корректирующий слой. Такой же dot-geand-burn. И можем немножечко прорисовать губы. Прорисовать вот этот носогубный треугольник. Самую малость. Да и все. Давайте здесь мы с вами сделаем вот что. Мы здесь делаем частоточку. Потому что частотку... Сейчас я начну делать, и вы мне... Полюбас, когда вы будете делать частотку, накосячите с выбором размера. Хотел бы я провести видеоурок по фотографии на студии. Мог бы предоставить для видео тебе. Что предоставить? Фотостудию? Оборудование? Масками в камеру RAV? Нет, я сейчас масками в камеру RAV не пользуюсь. Если это какой-нибудь репортаж, там типа из путешествия фотографий, да, тогда я могу воспользоваться, но особо нет. Так, смотрите. Когда у нас выбираем радиус частотного разложения, мы с вами должны понимать, а что мы должны видеть в низких частотах. К примеру, если я начну поднимать радиус от низких значений и остановлюсь на 4 пикселях, то я буду видеть вот эти тени и цвета. Да, цвета, тени, вот эти все пятнышки. Они нам архиважны. Мы их не должны удалить. И если мы сейчас оставим радиус 4 пикселя, то в низких частотах, работая микшер-браштулом, мы эти с вами все вещи удалим. Это будет плохо. Соответственно, мы с вами так не делаем. Ни в коем случае. Мы с вами ищем более высокий радиус. Когда эти пятнышки уйдут, чтобы они у нас сохранились в высоких частотах. Вот, к примеру, 10 пикселей я здесь выбираю. И этих пятнышек я не вижу. И вы мне скажете, Макс, да у тебя же все лицо размылилось. Нафига ты вообще тогда делаешь частотное разложение? Я работаю с контрастами, макро-контрастами. То есть я работаю общими контрастами. И я сравниваю светотеневой рисунок на макрообластях. Вот это моя главная задача частотного разложения. А все вот эти пятнышки, я их могу, во-первых, аккуратненько почистить, если там что-то вылезает. Я могу аккуратненько почистить штампом, не нарушив при этом текстурную составляющую слоя, не нарушив при этом реалистичность кожи. То есть она будет, она останется кожей, она не превратится в пластиковую куклу. Поэтому, блин, будьте аккуратны при выборе радиусов частотного разложения. И вот сейчас уже частотное разложение, микшер Brush Tool, он работает очень-очень лояльно. Он безопасен. Я могу спокойно водить. Видите, вот это пятнышко темное. Я его оп и смягчил. Но маленькие пятнышки, они остались, потому что я грамотно выбрал радиус частотного разложения при активации экшена частотного разложения. Ну и вот так вот пробегаемся по теням, по светам. Можно взять тени и немножечко их перетащить на подбородок, чтобы у нас более такой затемненный был овал лица. И вот опять же, смотрите, я сейчас это делаю через модуль, через частотное разложение. То есть я не использую дополнительный dodge and burn для того, чтобы прорисовать эти тени. Нет, я их могу вытащить из частотного разложения. Зачем вам создавать дополнительные слои? Зачем вам дополнительно что-то там рисовать, если вы это можете сделать номинально через частотное разложение? Симпота. Вот эту пятнышку еще можно чуть-чуть смягчить. Так, окей, дальше. Да ну, в принципе. Ну, давайте, просто ради эксперимента, я думаю, что здесь будет неплохо смягчить вот это все добро. Смягчать мы будем через blur motion blur. И здесь попробуем это реализовать через motion blur небольшим вот таким разбегом. Раз, два, плюс фильтр blur gaussian blur через пикселей на 10. То есть получаем вот такой рисунок. режим наложения screen. Кривая. Затемняем картинку. эти два слоя группируем, уменьшаем прозрачность и создаем маску и немножечко уменьшаем активность этого софта на лице. То есть убираем его с лица небольшой прозрачностью. Ну вот. вот так. До, после, до, после. То есть небольшой софт остался, но он стал намного мягче. И сейчас, по-моему, все выглядит очень здорово. Давайте еще попробуем поиграть через selective color. Я хочу на фон кинуть немножечко цвета. То есть я вот хочу красноту, сделать более красные веточки. Видите веточки? Чтобы их сделать более красными, нам нужно из красных оттенков убрать циан и добавить black. И вот они становятся такими более красненькими. И, разумеется, нужно взять опять маску и масочкой убрать воздействие с лица. То есть чтобы у нас лицо было чистым. Лицо делаем чистым. Можно, кстати, волосы тоже, чтобы они не красились. Плюс мы создаем такой же selective color для зелени. Давайте выберем теперь зеленый цвет. Из него я удалю желтый и добавлю black. Вот мне безумно нравится вот эта вариативность зелени. Смотрите, вот здесь у нас становится изумрудный зеленый, а здесь салатовый. И вот в совокупности они выглядят очень красиво. Вот так вот. До этого зеленый цвет, он был равномерно, монотонно, монохромно-зеленый. Бах! После этого он становится более вариативный. У нас становится такая более осенняя фотография. Опять же, на вкус и цвет решать вам. И давайте быстренько почистим точку черного, точку белого. Это можно сделать через color balance, а можно через корректирующие кривые поканальные. Видно то, что у нас тени немножечко красноватые, поэтому мы вот так вот чистим точку черного через движение точки черного в каждом из каналов. Убираем зеленый, синий пускай остается. И вот как-то так. Плюс, опять же, никто не мешает вам подчистить точку белого. Тоже можно это все поканально двигать и до получения необходимой вам температуры лица. Вот еще зеленого я добавлю, чтобы лицо было чуть более желтеньким таким. Во, класс. До, после, до, после. Видите, цвета как почистились. До, после, до, после. Ух, пущка. Ну и давайте бахнем еще Color Balance в конце, чтобы уж прям совсем обрадоваться. И Shadows мы сделаем еще холодней. Вот так. Тык-тык, тык-тык. До, после, до, после. Ну вот она стала прохладной, но при этом цвет кожи остался невредимым. Я открываю Window Info, клацаю на пипетку, навожу на лицо, и все. У меня, смотрите, абсолютно здоровый, логичный, правильный цвет кожи. Hue 20%. Вот таким должен быть цвет кожи. Изменяем размер картинки 2560 точек по длинной стороне. А, нет, стоп. Давайте для начала сохраним full size. JPEG. Full. Full. На десктоп. Скину вам full size тоже этого файла. Здесь симпатично получилось. 2560 точек по длинной стороне. Оп, оп, оп. Создадим новый слой, накинем резкость. И зерна. 15%. Вообще просто пушечный портрет. Я очень соскучился по 35-ке. 35-ка, конечно, уникальный объектив. Надо поснимать что-нибудь на 35-ку. Красивая боке, прям вообще очень симпатичная боке здесь получается. И вот раньше я очень часто снимал вот такого типа портреты. Это прям вот то, с чего я начинал. И они очень такие приятные, атмосферные. 35-ка, конечно, здесь свою роль играет. Ее сразу видно по бликам на заднем плане, по рисунку боке. Конечно, все очень красиво. И вот даже, блин, так забавно просто посмотреть на оригинальный файл и на файл в постобработке. Просто небо и земля. Так, как у вас дела? Что у нас там по комментариям? Почему 2560, если тот же Инстаграм ужимает такое разрешение? Потому что, когда вы открываете, самое время вставить рекламу. Ой. Ребят, сори. Я не знаю, что произошло, но если у вас вдруг откуда-то вылезла реклама, это я по тупости нажал на эту кнопочку. Простите. Смотрите, насколько смотрит. Ух, 342. А ты сейчас 341. Класс. Давайте вот так вот я сделаю. Открыть чат в новом окне, чтобы он нам, чтобы нам все остальное глаза не мозолило. Я почитаю ваши комментарии и на них поотвечаю. 2560 точек по длинной стороне, потому что в контакт на Behance вы загружаете фотографии ровно в таком разрешении, потому что они там отображаются в таком разрешении адекватно. На Behance я гружу 2560 точек по длинной стороне, в контакте я гружу 2560 точек по длинной стороне, там на Flickr, на 35 фото, на разные сайты. Когда вы смотрите на десктопе, 2560 точек по длинной стороне это хорошее разрешение. Смотрите, вот сейчас картинка в зуме один к одному, то есть она в стопроцентном зуме. И она в стопроцентном зуме отображается пиксель в пиксель, хотя у меня монитор по длинной стороне 4К. Вот скорее всего, если вы будете смотреть где-нибудь в, к примеру, в контакте, то у вас эта картинка тоже будет отображаться, включая интерфейс сбоку, возможно, в разрешении один к одному. То есть каждый пиксель будет на каждом пикселе экрана, и вы будете видеть нормальную резкость изображения. Если вы загрузите Full HD, то она будет апскейлиться, и, разумеется, браузер апскейлит очень криво, некрасиво. Вот такие вот дела. У тебя экшен, когда запускаешь частотки, там нельзя выбрать ни в одном, ни в другом. Смотрите, что нужно сделать. У вас, когда экшен частотного разложения, вот, к примеру, separation, apply. Когда вы используете Gaussian Blur, вот здесь окошечко поставьте, нажимаете на клавишу окошечка, и если оно у вас активно, значит, ровно в этот момент, когда будет использоваться Gaussian Blur, он у вас спросит, а какой радиус выставлять. То есть все просто. Но, опять же, я думаю, запишу ролики по созданию экшенов, будет понятно. Можно в конце полной обработки показать до-после. Счастливый ученик, спасибо большое за 150 рублей. Я очень рад, что жене понравилось. Жена у тебя красивая. До-после, до-после, до-после. Не бойтесь стеклянных глаз. Ну, вот то, что мы сделали стеклянные глаза, в этом ничего плохого нет. И когда вы будете смотреть на изображение, как сказать, ну, не сравнивая с оригиналом, никто не заметит, что глаза светятся. Да и пофиг, если она не светится. Иногда это даже выглядит классно. У меня есть съемка, я недавно ее сделал, мне она так понравилась, и я такой думаю, блин, надо еще вот что-то в таком роде сделать, потому что... Так, сейчас, возможно, сиськи, сиськи пропускаем, пропускаем, пропускаем. Вот. То есть, у девочки глаза я прям намеренно сделал дико светящимися. Как будто она андроид или вампир какой-нибудь. Вот. И мне это понравилось, и в какой-нибудь, в каких-нибудь следующих съемках я так сделаю, ничего страшного, то, что это присутствует. Запись будет. Расскажи, пожалуйста, про фишку с синим каналом поподробнее и вкладкой Channel Mixer. Что, зачем и куда крутить. Все элементарно просто. Когда вы создаете Channel Mixer, вы просто берете синий канал из изображения. Вы можете взять вот так вот, выделить через Ctrl-A всю информацию. Вы можете взять синий канал, выбрать синий канал, вот просто канал. Нажать на... Че ты пук-пук? А ну не пук-пук. Вот. Выбрать Ctrl-A всю информацию, нажать Ctrl-C и в RGB составляющую просто это вклеить. Вот у вас вклеится синий канал, который вы наложите в режиме наложения Luminosity и все, и вы перенесете составляющую контрастную составляющую синего канала. Вы можете всегда... Можно сделать ЧБ-изображение, кстати говоря, из синего канала тоже, почему бы и нет. Когда вы работаете с каналами, вы имеете разные контрасты. То есть вообще в чем суть работы с каналами? Когда вы фотографируете человека, лицо человека теплое. Оно содержит в себе красного канала в большей степени, нежели синего. И синий канал, он более вариативен с точки зрения тональности в теле. Он более контрастен. Вот эти маленькие поры, веснушки, они намного лучше различимы. Поэтому иногда имеет смысл доставать информацию с синего канала через элементарный способ, который я только что вам показал. Вы берете каналы, выбираете синий, Ctrl-A, Ctrl-C и вставляете там слоем выше. Либо создаете Channel Mixer, инструмент Channel Mixer и здесь убираете воздействие красного канала. Можно на 0, 0, 100. Вот. Вы просто взяли и синий канал достали. То есть вы с помощью инструмента Channel Mixer берете из фотографии 0% красного канала, 0% зеленого канала и 100% синего канала. И все. И переносите его, переносите эту информацию на свою фотографию. Можно ли в Capture One работать с светом не хуже, чем в Photoshop? Можно, конечно, но в Capture One намного функционал более ограниченный, чем в Photoshop. То есть многие вещи ты в Capture One не сделаешь. Точно так же, как и в Lightroom многие вещи ты не сделаешь. Photoshop — это растровый редактор, редактор растровой графики, где ты можешь каждый пиксель изменить. В Lightroom и Photoshop ты каждый пиксель не можешь по отдельности изменить. Тебе нужно менять общими какими-то правилами. Ты создаешь функцию, к примеру, сделать картинку ярче, темней, выбрать только те цвета, изменить их. А вот каждый конкретный пиксель, нет, такого он не умеет. Так, давайте быстренько еще пробежимся. До-после показал, расскажи в синим канал, окей, фотостудию и все, что там есть. Могу фотографии провести в студии. А где твоя фотостудия находится? Прочитай донат, я написал на что копить. Так, о, давай посмотрим. Блин, а я не знаю, я не вижу доната. Спасибо за GKB, Максим, спасибо. А, вот, давайте собираем, все, вижу, DemonFT. Блин, простите, что не увидел. Давайте собирать на Fujifilm GFX100S. А, стоп, алло, какой GFX100S? Я уже записал на него обзор. У меня на канале есть обзор на GFX100S. Вы че? YouTube. Творческая студия. Content. Фильтр GFX. У меня два, тем более, GFX, не один, а два. GFX100S и GFX100. Пожалуйста, два обзора, можете смотреть. Да, я, к сожалению, сейчас не в Питере. го-урок по обработке фото в неоне. А мы сейчас одну неоновую фотку с вами заретачим. Масками не пользуюсь. Так. Какой зум я бы посоветовал к Sony A734? Думал, Sigma 20... Нет, Sigma 2870, там, не 28, 2470, по-моему, она. Она не покатит, потому что у нее есть глюк с передней линзой, туда пыль забивается очень сильно. Для портретов я бы порекомендовал, конечно, фиксы и не парился. Даже для... даже для репортажа я использовал фиксы, там, чемпионат мира по футболу я снимал на 20 миллиметров, на 85. Вообще идеально просто. Ничего сложного нету в том, чтобы там какие-то части поменять. Но просто таскать это два объектива все-таки надо. Окей, давайте еще с вами обработаем фоточки. Посмотрим, что у нас здесь есть. Я просто быстренько попробую открыть и без объяснений посмотреть на вот эти фоточки. Сейчас я еще вот такую штуку сделаю. Я сейчас постараюсь меньше болтать. Надеюсь, не сильно музыка вас будет отвлекать. Вот. А вот так вот просто в свободненьком формате мы с вами что-нибудь посидим, поделаем. Еще раз спасибо вам, гигантское ребят, за поддержку. Самая главная гигантская поддержка от вас это лайк, подписка на канал, потому что мой канал что-то немножечко подскиз, потух. Надо его это восстанавливать. Громко. Да? Дойди до девочки под деревом. Сейчас я вот эту сначала гляну. Не сильно музыка? Отритач, по идее, фоточку с призмой. Отритач, пожалуйста, фоточку с призмой. С какой призмой? Сейчас гляну. Что там за призма? Напиши в комментарии, что за призма в комментарии чата. Вот здесь тоже, кстати, интересная тема с балансировкой. Я бы здесь, так как свет изначально синий, я его уведу полностью в зеленый, чтобы таким образом получить более такой циановый оттенок. Окей. И сюда можно... Здесь делать даже ничего не нужно. Можно накинуть зерна в любой непонятной ситуации накидывать зерна. И через Color Balance тоже поработать с какими-то оттеночными составляющими. Я буду на всю фотографию, на метоны накидывать. Чуть-чуть добавлю зелени. И кривую тоже можно кинуть. Поднимаем точку черного, потому что здесь она будет, я думаю, уместно. Во. Ну и здесь уж прям бросится, я не знаю, как. Blur, Lens Blur. Lens Blur здесь прям очень хочется сделать. Можно погромче? Кого? Музыку? Если громко будет, вы меня пинайте. Лens Blur здесь надо несколько раз размыть, то есть еще сильнее. Размываю я через Lens Blur, потому что Gaussian Blur он дает схлопывание света, а Lens Blur он наоборот свет немножечко раскладывает и делает его более объемным. Объемным с точки зрения не объем, вот этот объем, который мы все хотим, а объем с точки зрения его заполняемости кадра, заполненности кадра точнее. Вот так. А мне ничего не надо ретачить, просто на печеньку. Спасибо большое за донат. Мне ничего не надо ретачить, просто на печеньку. Злой мамонт. Спасибо большое. Так, давайте посмотрим сейчас. У нас тут была заявка, был лицевой портрет с девушкой, которая лежала на колонку и с ней же портретик с призмой. Так, где у нас портретик с призмой? В следующий раз мы с вами будем вот это добро все именовать, наименовывать, чтобы либо, блин, а что, почему бы и нет, ребят? А как вы смотрите на то, что следующий стрим мы с вами устроим за какой-нибудь символический донат? Вы присылаете фотку за 100 рублей, а я ее ретачу. Классно придумали. И вам полезно, и мне полезно. вот этот портрет я еще вам хотел показать. Давайте мы его оставим на самый последний момент. Вот, я сейчас еще быстро гляну, что же там за портрет с призмой. сисипопы, к сожалению, мы с вами обрабатывать не можем, поэтому все, кто присылает сисипопы, я вам говорю отдельное спасибо за то, что вы присылаете такие классные потрясающие фотографии, но их обрабатывать я не могу. Тоже прикольная какая-то фотка. Зачем она рукой держит живот? Вот, зачем? Рука исчезла, шорты здесь тоже можно было бы поменять. Афтография плоская, нету планов, нету заднего плана, она на одном уровне вместе с ногами, вместе с передним планом. То есть, если бы снимали вот отсюда, это было бы намного лучше, если бы она лежала на этом диване вот так. То есть, у нас был бы передний план, но у нас был бы задний план, а так нету плановости, картинка выглядит плоской. Ой, что это? Много Тиффона. Слишком много Тиффона. С ногами непонятно, что с ногами. Где нога? Куда делась? Коленку вижу, ступни не вижу, в штанах широких, теряется талия. Видите-ка, что с талией происходит? Она у нас треугольная становится, вот такой маленький треугольник. Отсутствует талия. Здесь пиджак можно было бы закинуть за плечо, открыть таз, немного открыть таз, все, сработало бы намного лучше. Вот этот кадр тоже, кстати, классный. Очень круто. Кто сфотографировал, если кто смотрит сейчас этот стрим, очень классный кадр с точки зрения композиции, динамики, углы, углы, ширина углы, ширина угла, вот с точки зрения ширины угла, вот. Что-то на казахском сказал. Тоже очень симпатичная девочка. Классный портрет, кстати. Волосы, вот можно было вот эти волосы, ну, понятное дело, то, что там сторона рабочая, пробор рабочий, но волосы надо было убирать сюда, чтобы вот эта часть была светлая. А так у нас в тени. Но зато классный блик в глазах. Смотрите, свет подсвечивает ее снизу, получается такой неправильный свет. Тоже выглядит очень красиво. Нет, вообще не работает, так нельзя делать. Во-первых, гигантские руки, плечи, локти, рук нет. С точки съемки снизу у нас вылез подбородок, зажато, нету ни талии, ничего, плеч нет, груди нет, ключиц нет. Некрасиво, то есть надо искать другие ракурсы. Свет хороший, а все остальное нет. Ой, тоже прикольно какой-то портрет. Зеленая атмосфера. Я так соскучился вот по таким, знаете, домашним каким-то съемочкам. Хочется дома так поснимать. Хочется больше вот увидеть кадров из этой серии. Еще показывает сравнение обработки автора и альтернативный вариант. Немного не понял, кстати. Запись стрима будет. Универсальный объектив для съемки видео на Sony A6400. Это Анатолий Богорецов, твой выход. Это Sigma 16 мм F1.4 ART. Она прям вообще супер. Да, 16 мм F1.4 вообще супер. кадр без модели ночная съемка. Посмотрю, что там есть у нас. Сейчас я хочу этот найти с призмой. Ни хрена не понял, что за кадр с призмой. Сейчас полистаю еще быстро гляну и дам какие-то комментарии, потому что здесь были комментарии, и я хотел еще вам тоже думаю, может поговорить с вами о комментариях. Вот смотрите на будущее. Снимайте такую вещь. Свет солнечный падает на лицо. Вопрос, по какой части лица экспонировать кадр. В данном случае большая часть лица находится в тени, поэтому здесь адекватно можно оставить такую экспозицию, но вы ничего не сделаете с пересветом. Лицо пересвечено, это плохо. Нужно постараться желательно конечно экспонировать по лицу, то есть по солнечному свету и нос на солнечный свет поворачивать. Портрет хороший в целом. Вот нам надо было вот это обрабатывать. Что-то мы с вами не то, не тем занимаемся. вот этот портрет тоже очень классный фотографу респект мне очень нравится завальный горизонт интересный акцент внимания очень утонченная шея получается красивая даже вот в образе рубашки с топом просвечивающим это выглядит красиво вот это симпатичная девочка но композиционно конечно очень плохо вот эта пустота она никому не нужна здесь слишком мало места можно было бы оставить пространство вот это я открывать не буду но будьте аккуратны пожалуйста не делайте такие разножки это выглядит слишком бульгарно это не true как говорится вот эта девочка ой вот этот портрет мне еще понравился вот этот прям очень классный я его даже взял на обзор да вот я его открыл этот портрет очень классный мне дико нравятся ее зрачки расширенные что здесь можно сделать давайте попробуем вот это сейчас обработать я хрен знает только но попозже с призмой обработаем давай с этим так окей папа папам для начала что здесь можно было бы сделать давай экспозицию поднимем мне немного не нравится вот этот желтый цвет он прям такой утрированно желтый и его по-хорошему нужно как-то попытаться минимизировать я уведу это все в розовоту а потом эту розовоту и сможем немножечко починить оптические искажения здесь можно сделать разумеется о 35 к 12 о 35 к 12 нифига себе классный объектив стал него обзора исландии и мы прям так конкретно расширяем окей и давай баланс белого еще глянем можно в холодную вести но тогда у нас видите наверху волосы становятся синими это не совсем хорошо окей пока что оставляем так далее быстро делаем пластику здесь сто процентов надо поработать с носиком так как мы снимаем на 35 миллиметров крупный портрет у нас нос приближается камере он становится больше за счет чего и увеличивается его масштабность поэтому не бойтесь немножечко уменьшать нос в этом нет ничего плохого с губами можно самой малость поработать с глазами здесь вроде все окей ну ты еще переносится самый малость подправлю да и вроде окей фуха это на месте чуть-чуть улыбку я уберу все есть левую часть изображения обязательно обрабатывать здесь видно то что у нас портрет растянулся по горизонтали поэтому нос уже не так активен и на него принципе можно внимание не обращать давайте посмотрим на каналы как здесь выглядит это все в каналах красный зеленый синий синий канал брать не будем потому что он слишком грубый поэтому здесь не обязательно это делать окей давайте попробуем не знаю можно также через channel mixer попробовать захватить немножко синевы вот так вот в режиме наложения люминосити но здесь это наверно работа не так бы не не надо делать грубый здесь выглядит лишнее кривая давайте кривой в режиме наложения люминосити можно поработать с бликами на лице я возьму этот инструмент . клацию на блик здесь и клацию на теневой участок здесь вот между этими двумя точками я делаю контраст но я делаю контраст при этом я тени оставляю на месте мне не нужно тени поглощать пускай они будут вот какой-то такой прослеживающийся рисунок кожи появляется это меня устраивает дальше я хочу разобраться с цветом что здесь можно сделать тени можно уводить в более такой маджентовый оттенок потому что на фоне у нас маджента здесь хочется сепарировать как раз скинтон поэтому я уведу тени в мадженту об а хайлайты я уведу в а что-то такое то есть можно на самом деле сделать похолоднее картинку вот так вот и перед тем как мы делаем кривую смотрите здесь очень прикольная темка так это есть кадр с призмой нормально всем приветики смотрите здесь что можно сделать так как мы хотим достать информацию из теней вот эти два слоя они у нас поглощают тени и если мы с вами наложим dodge and burn выше то ему не из чего будет брать информацию то есть вот смотрите я пытаюсь dodge and burn высветлить глаза и он их не особо хорошо высветляет а если я кину этот dodge and burn под кривые то он высветлит намного лучше потому что изначально в до кривых и до color balance у нас было больше информации поэтому я это будут накидывать в ну мимо под кривыми здесь логично радужку мы высветляем здесь аккуратно надо быть давайте возьму верну эту экспозицию пуцк давайте также размер картинки сразу уменьшу на 2560 чтобы файл был полегче и сделаю чистоточку с частоткой здесь уже сложнее потому что нужно выбирать пиксели с аккуратным воздействием на веснушку не на веснушки она розинки здесь родинками надо быть тоже аккуратным обратите внимание сейчас работаю полупрозрачным штампом и если у вас какие-то объекты прям такие явно отдельные локализованные от соседних участков их можно стопроцентным штампом но если вы хотите вот эту область сделать более аккуратно можно выбрать 30 процентов прозрачности еще сопоставил 30 процентами и вот просто несколькими движениями аккуратненько это все попытаться смаскировать ничего страшного если у вас будет теряться текстура ну конечно это не совсем хорошо желательно делать вас более аккуратно без потери явной текстуры но если она даже она будет теряться вы можете замаскировать отсутствие этой текстуры через наложение дополнительного зерна через модуль камера раф такие простые лайфхаки они всегда действуют именно поэтому я люблю зерно чтобы не сидеть и миллиард лет не обрабатывать это все дело до идеального состояния любой непонятной ситуации накидывайте зерно и она очень хорошо сглаживает и текстуру и светотеневой рисунок вот здесь видите нос синий он должен быть синим потому что у нас блик от призмы зеркала вот этого иногда рекомендуют вы делаете частотное разложение выключаете его проверяйте не накосячили ли ник не накосячили ли вы сильно со светотеневым рисунком тоже его надо делать так аккуратненько аккуратненько раз юненько пыцк 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 ну и здесь тоже это будет стрёмно то что в отражении у вас кожа такая потом пульбас кто-нибудь придерется так ну окей давайте еще одну штуку попробуем и просто интересно ну нет было конвой здесь уже не так классно смотрится конечно цвет здесь решает открываем selective color я еще хочу добавить чуть большей цветности этому изображению самую малость просто красный сделать но теплый чуть потеплее все так ну и я думаю здесь этого достаточно можно попробовать поиграть с каким-нибудь петт бларом через блар геллери открываем петт блар и сделаем такую тему я вот так вот по рисунку волос просто левую часть хочу немножечко подразмыть правая часть у нас размытый не будет вот эта часть у нас тоже размытый не будет а вот эту часть мы уже размоем видите я со направленно выставляю вектора а на концах центральных векторов конечную точку and point speed я уменьшаю до нуля таким образом у меня лицо остается в фокусе она остается резким а края вот здесь можно and point speed вообще увеличить вот так вот конкретно и здесь тоже поменьше чуть-чуть опа таким образом у нас очень сильно увеличивается ну появляется такая как бы бакешка до после до после до после вот ну в некоторых фотках можно это использовать на ваше усмотрение создаем новый новый копию слоя открываем модуль камера накидываем немножечко зерна и плюс резкости зерна все сохраняю psd жку вот такие вот дела а ночная съемка еще хочу за ночная съемка может вот это как-то странно до меня отображает иногда надеюсь мужика с цветами смотреть не будем ребят прикольные фотки вы молодцы молодцы есть конечно косячные есть много чего нужно исправлять но в целом фотографии все очень-очень приятно вот этот классный пейзаж тоже классный но ладно мы уже обрабатывать на сегодня будем еды мы с вами уже два с половиной часа фигачем поэтому я честно говоря думаю то что нам нужно в парке колесо обозрения на кадрах дорога ночная но вот это наверное здесь даже трогать ничего не надо вот я никакие shadows нет вот все проявили кадр здесь даже обработка не нужно выглядит вполне естественно композиция не особо крутая солнце слишком стороне очень мало земли и очень много пустоты пустого неба который абсолютно никому не нужно здесь этот кадр хорошо бы смотрелся там если два к трем вы делаете этот кадр вы хорошо смотрелся вот что-то типа таким по правилам третей засунули засунули ну и архитектуру какой-нибудь сюда закинуть подскажи пожалуйста материал по позированию по позированию есть книга вига не вига фига уильям 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 мортенсен уильям мортенсен искусство позирования по-моему так или просто позирование называется можете почитать это достаточно академическая информация много всего интересного но она на самом деле с акцентом все-таки на какую-то классическую фотографию на живопись и сейчас современные методы позирования современные методы фотографирования они конечно диктуют новые методы позы 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 поэтому поэтому смотрите на работы современников наших и позы с можно написать в пинтересте интерес открываете есть такая вообще замечательная штука тоже никто ни хрена не пользуется и почему непонятно открываете пинтерест пинтерест пикабу не нужен нам пикабу интерес нам нужен и пишите позиас мен мен позиас пози смен мен позиас все и вот здесь у вас только мен позиасов будет кто фотографирует мужиков кто фотографирует девочек отсюда можно вообще понатырить кучу всего поза на стуле хопа открываете одну фотографию он вам выдает миллиард дополнительных фотографий и какие-то нестандартные позы тоже можем понатырить и очень сильно классно разбавить ваши съемки вот такие вот дела так ребят ладно давайте с вами заканчивать на сегодня потому что я уже честно говоря под устал немножко да и вы тоже устали и накричит мне им тащи сюда кошку кошку тащи кошку тащи всем покажем кошку им давай покажем всем твою киску сейчас это принесет сейчас это принесет камон всем привет те киски которые можно показывать на ютубе и есть скажи что нибудь скажи мяу скажи мяу 6 что-то все кроме кружки сломанный лимит доверия наrieb а она на руках сидит максимум 30 секунд после 30 секунд все и и они на руках не удержишь она начинает вырываться п Napoleins Я недовольная, смотрите, какая Есть, ну посиди Попозируй немного, что ты какая Смотри вон сюда Так, следующий стрим Ребят, давайте сделаем следующий стрим Через месяц Я думаю, через месяц Я, кстати, съезжаю с этой квартиры Вот, у меня Да, у меня будет новый бэкграунд Я думаю, на следующей неделе вы увидите Последний ролик в этом интерьере Потому что мы с этой квартиры съезжаем Сыны Будем искать новую квартиру И Уже там Я думаю, мы как-то Устроим уютную Студию для записи Смотрите, какие усы Сейчас я вам сфокусирую на этих усах Есть Есть, посмотри сюда Щеки Видите, какие у нее щеки Она была худой, когда мы ее взяли А сейчас она прям щекастый Щекастый кот Позируй 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 А давай я поближе Позирую Все Донаты на следующем стриме Донаты на корм котику Не парит то, что на мониторе Не 10 бит Вообще, как у него с цветопередачи Монитор вообще офигенный Вот этот монитор Ребят, вот этот монитор Это не реклама Huawei мне не платил Я его купил за свои деньги Его мне порекомендовал Изначально Анатолий Говорит Типа Макс, а ты знаешь, что есть такой монитор? Я такой Да ладно Ну вот открыл Погуглил Посмотрел Посмотрел Обзор розетки Да Вот И действительно Очень классный монитор Мне он очень сильно понравился Нравится чисто За счет Его Соотношения сторон Вот это соотношение сторон 2 к 3 Оно реально очень удобное Потому что снизу много места Сверху много места И когда ты открываешь монтажку К примеру Тот же самый Final Cut Pro X Вообще идеально Все видно И очень много Свободного пространства Вот Инна там На заднем плане танцует Окей Ладно, ребят Всем большое спасибо Не забудьте поставить лайк Если кто-то не поставил лайк Поставьте лайк Мы что, зря Собираемся здесь Хочется, чтобы эти видео Смотрело большее количество народа Вот Вам гигантское спасибо Следующие стримы Мы по Любас Само собой устроим И по обработке И я думаю Можно сделать стрим По разбору портфолио Как вариант Я тоже могу дать Конструктивную критику И более детально Разобрать ваши работы Вот Все Всем большое спасибо Увидимся На следующих стримах Мы пошли отдыхать Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...